Значит, сегодня у нас будет обсуждение с одной стороны некоторого ноутбука, который сделал Антон Костин по анализу генов, которые участвуют в таргетах, то есть то, что нужно предсказать. После этого Полина расскажет в режиме журнального клуба по статье, которую рекомендовали организаторы соревнований. Антон, спасибо, что согласился рассказать, и Полину большое спасибо. Начнет Антон. Антон, начинай, пожалуйста. Спасибо. Всем добрый вечер. Сегодня я попробую совсем кратко рассказать о том, что представляет из себя этот блокнот. Мы с Александром его задумали как такой своеобразный разведанализ данных в области семантического сходства описаний генов. Наверное, нужно немножко расшифровать, что такое семантическое сходство, то есть в основе всего этого лежит так называемая дистрибутивная гипотеза, то есть если слова встречаются вместе, то они близки по смыслу. Вот от этого, в общем, все это развивается в современном NLP, то есть в обработке естественного языка от Word to Veka и через трансформеры. Все это пришло к семантическому сходству предложений. Ну и, соответственно, вот наше предложение – это описание генов, тех генов, которые есть в соревновании. Для того, чтобы сравнивать эти описания, мы используем модель Детель Роберто из арсенала Сентенс Трансформерс. Это одна из наиболее популярных сейчас библиотек для анализа семантического сходства. Собственно, можно посмотреть карточку этой модели. Наверное, она с технической точки зрения даст какое-то базовое понимание. То есть здесь максимальная последовательность, которая схватывается – это 512 символов всего модель Embedded Vector в размере 768. Ну и остальное, наверное, мы разберем уже на материале этого блокнота. То, что мы предобработали, это те данные, которые есть, собственно, о генах, актуальных для конкурса. Мы отобрали эти гены из достаточно большого набора описаний, чтобы описания были именно вокруг этих генов, связанных с этими генами. Здесь я все это очень быстро прокручиваю. То есть по Ensemble ID мы, в общем, матчили описание и ген, то есть две таблички. В итоге у нас получился маленький корпус, который состоит из описаний вот этих 100 с чем-то генов. Но поскольку описания даны не для всех генов, пропущенные значения, соответственно, мы отсеяли, и получилось всего описание к 93 генам. И для сравнения мы взяли большой корпус, который включает в себя описание 9289 генов. Затем с помощью кодирования мы получаем низкоразмерные вложения для всех предложений, то есть для описаний. Вот они, соответственно, уже обработались в ноутбуке. И с помощью утилиты самой этой библиотеки Sentence Transformer мы получаем косинусное сходство между всеми предложениями. Вот. Далее мы перешли к визуализации. Вот Александр предложил использовать ClusterMap. Это достаточно удобная штука для того, чтобы видеть кластеры. Вот. Ну, соответственно, по осям даны имена генов. И мы можем посмотреть вот какие-то сходства, которые, возможно... Ну, я, конечно, не специалист, а вот если специалист увидит что-то любопытное, ну, наверное, можно отдельно на этом остановиться, да? Пока что я просто в режиме прокрутки все это демонстрирую. Вот. Вот такая вот квадратная у нас матрица. Далее мы визуализировали эмбеддинги с помощью OMAP. Тоже достаточно стандартная процедура. Вот. Получили визуализацию в виде такого вот двумерного пространства. Ну, опять же, вот есть какие-то группы, да? Возможно, они имеют какой-то смысл с точки зрения того, вот насколько сами эти гены ассоциируются друг с другом. Ну, тоже обойдусь, наверное, только прокруткой, да? А если нужно будет вернуться, то потом вернемся. Вот. Что еще есть? Ну, это вот OMAP для... Карта для всех 10 тысяч генов. Потом мы получаем датафрейм с ближайшими соседями для 93 генов. То есть используя... Да-да-да. По какому принципу некоторые клетки расстрашены цветами, а другие серенькими, маленькими? Ну, мы задавали в параметрах кластеризация. Соответственно, минимальные значения, при которых идет некая метка для кластера. Это вот здесь. То есть в небольшом дата-сети у нас, ну, соответственно, небольшое количество компонентов, в большом-большое. То есть... А, нет, здесь, по-моему, оно даже... Антон, ты кластеризацию произвел, а каким алгоритмом? А, HDBSCAN, да, вот оно. То есть минимальный кластер в случае большого дата-сета это 10, да, а в случае маленького 3. Вот. Ну, HDBSCAN это достаточно, опять же, стандартный, да, инструмент, который часто используется для раскраски кластеров. Вот. Ну, и расстояние, ихлидовое расстояние между точками, оно определяет вот те группы, которые в итоге получаются. А это кластеризация по описанию чисто получается, да? То есть это вот только по словам? Да, да, то есть это именно предложение, которое есть в описании. Но кластеризация не слова, а именно прям вот целиком описание здесь кластеризовано, да? Да, да, да. Мы получаем вектор именно для всего предложения, ну, то есть для описания. Так, значит, ну вот это, да, значит, дата-фрейм ближайших соседей позволяет нам получить, ну, некие пары генов, ну, вернее, пары описаний и коэффициент сходства между этими парами, то есть между этой парой, да? То есть, соответственно, мы можем матчить описание и гены и подставлять на место описание символ гена, ну, чтобы было удобнее смотреть, что в итоге у нас получает какой-то коэффициент сходства. Здесь вот такой небольшой пример, да, того, что вот получило сходство, косинусное сходство в данном случае с определенным коэффициентом. Ну, и к этому дата-фрейму мы еще немножко позже вернемся, да? Сейчас еще один способ визуализации, анализа данных. Это граф, который в качестве входящих данных принимает вот этот дата-фрейм соседей для вершин. Соответственно, вершина 1, вершина 2 и коэффициент дают нам ребра для вершин графа с определенным весом. Вот у нас всего... Ну, я задал пороговое значение для сходства 0,6 и выше, да, чтобы граф не получился слишком шумным. Вот, и всего у нас получилось из 93, 90 генов и, соответственно, 589 ребер между этими вершинами. Вот. В графе мы можем посмотреть, ну, вообще так вот, целиком то, что у нас получилось в качестве визуализации. Здесь вот я использовал библиотеку HV-плот и, соответственно, она вот позволяет достаточно интерактивно рассматривать данные, то есть приближать, удалять, смотреть соседей, да, вот по связям имена вершин. Ну, такая достаточно удобная, на мой взгляд, визуализация, которая, возможно, пригодится для общего взгляда на граф. Вот. Ну, и мы можем посмотреть клики, которые здесь образуются. Можем выделить максимальную клику. Да, вот она. Тоже посмотреть вершины. Мы можем выделить сообщество. Вот здесь в графе всего получается один, два, три, четыре, пять, шесть, да, шесть сообществ. Мы можем посмотреть, какие вершины входят в данные сообщества, да. Ну, сейчас я быстренько это сделаю, чтобы... Так, для демонстрации. Так. А можно ли пока вопрос, вот что является критерием сообщества? Это какие-то наиболее близкие вершины к данной указанной, или вот как это понять? А, да, я использую в данном случае алгоритм Лувейн, то есть, ну, условно, вершины бьются на группы до тех пор, пока связь внутригрупповая не превышает межгрупповую. Ну, вот, посмотрим, что входит в сообщество 0, допустим. Вот. Ну, вот такие наборы, да, генов для каждого сообщества мы можем посмотреть и посмотреть, насколько осмысленными вообще эти сообщества являются. Тогда идем дальше. Да, тут оно, оказывается, уже есть. Да, мы можем посмотреть, естественно, по мерам центральности, проаранжировать вершину в графе, да, и посмотреть вот в качестве двух примеров. Я взял, с одной стороны, page rank, то есть, условно, так, если совсем, да, в общем, это важность вершины в своем кластере, и центральность по посредничеству, которая показывает важность вершины как посредника между двумя другими вершинами, то есть, через эту вершину проходит их наикратчайший путь. Вот. Ну, если сравнить, да, вот здесь, ну, как вы видите, нет таких чемпионов явных, по рангу, то есть, примерно, здесь вот более выраженное, да, вот, посредничество. Вот. Ну, и для того, чтобы, может быть, так в целом посмотреть на важность вершин по тем или иным мерам центральности, можно использовать вот такой график, который, опять же, показывает по осям X центральность по посредничеству, по осям Y, пейджеранг, и мы можем посмотреть, вот, ну, наверное, пейджеранг интереснее, в данном случае, да, что сюда входит. Вот. Опять же, я использую библиотеку бакет для визуализации, тут можно приближать, удалять. Ну, в общем, достаточно удобно смотреть. Особенно, если совершенно скучно. Слушай, что вообще дает вот эта пластеризация? Как она ему поможет набрать хороший скор? Как она может предсказание улучшать? Сейчас, вот, давай я на вопросы отвечу. То есть, это скорее... Значит, смотри, мысль такая, что, с одной стороны, это вообще-то, ну, не для, так сказать, прям вот с кора, но можно для с кора тоже использовать. Почему? Потому что, вот, нам нужно предсказать каждый из этих протеинов, да? Но предсказывать мы должны через, там, типа, 20 тысяч РНК-генов. Понятно, что эти 20 тысяч, они совершенно, это, ну, реально для предсказания понадобятся, ну, не больше сотни. То есть... Ну, логично, да. Поэтому у нас, как бы, если мы будем использовать все, это будет огромный овофит. И, как бы, ну, в общем, сложно. Поэтому, в принципе, одна из задумок, это как-то вот понять, именно какие гены нужны для предсказания какого протеина. Да? Но это, в принципе, можно сделать вот так, да? То есть, ну, как бы, разбить на кластеры, посмотреть просто ближайшие к данному протеину, да? А все равно не очень понимаю. То есть, у нас есть описание генов, есть протеины, но мы берем базу вообще всех описаний, всех генов. Ну, да, ну, как... Ну, смотри, это не совсем... Тут... Непонятно вообще идея. Ну, как бы, мы говорим, ну, вот у нас есть описание, да? Ну, соответственно, если описания близки, они, наверное, как-то близки и, ну, по биологическому смыслу, да? Ну, если там написано, этот протеин там делает то-то, а второй там делает то-то, и вот еще другое. То есть, они, как бы, должны быть взаимосвязаны. Поэтому эта идея не лишена, ну, не совсем лишена смысла. Но мы смотрим, что описание только генов или протеинов тоже? Подожди, подожди. Тут какая ситуация? Тут... Мы посмотрим всего... Ну, во-первых, как бы гену отвечают РНК и протеин. То есть, там нужно протеины предсказать... Ну, как бы... Как сказать, тут... Ну, как бы хотелось бы дизайн какой-то понять. Погоди, ну, вот как обычно в биологии, что у нас есть ген, его делается РНК, а из РНК вторым этапом делается протеин. Ну, понятно. То есть, один ген, он, как бы, кодирует и фичу, и таргет. Понимаешь? Да. Поэтому мы можем... Мы смотрим описание генов, которые одновременно и фичи, и таргеты, да? Поэтому, ну, как бы, логично, что... Ну, как бы, если они... Биологическое описание, оно не отличается... Ну, смысл, оно дано для гена. А там нету, как бы, разделения, что вот РНК то-то, а протеин то-то. А можешь хотя бы просто гипотезу вот озвучить? Я просто не понимаю. Вот, правда. Ну, да, я понял, что можно кодирует, а какая гипотеза? То есть мы... Ну, вот, посмотри, ты берешь... Тебе надо предсказать протеин для гена, ну, не знаю, вот там, А1-БГ. Так. Мы берем близкие к нему гены с близким описанием. Не знаю, 100 генов с наиболее близким описанием. Засовываем их в модель. Строим модель только на эту. Непонятно? Ну, понятно. А мы знаем точно, что вот эти гены связаны с этим протеином. То есть ты заставаешь модель, ты уже сразу отбираешься. Мы этого не знаем. Да, это слабое место. Конечно, что это... Ну, как бы, если описание связано, это, ну, как бы, не гарантия того, что для модели это хорошо сработает. Да, тут важно, наверное, уточнить, что речь идет именно о семантическом сходстве предложений. То есть, что они по смыслу близки. То есть, ну, допустим, там, кошка ловит мышей, да, и, допустим, там, у кошки есть котята. Да, вот эти предложения, они, допустим, близки по векторам, да, и мы можем говорить, что вот речь идет о чем-то похожем. Вот. Ну, здесь у нас описание генов, и, соответственно, вот мы предполагаем, что некий такой смысл, семантический смысл для биологических объектов тоже, ну, по сходству он может быть таким образом. Скажи, ну, в таргет, мы все протеины, то есть, мы берем все, условно говоря, в идеале мы бы взяли все гены, которые есть, вот, да, в дата-фрейме, а на выход поставили бы сразу все протеины и хотели бы, чтобы, условно, в идеале бы наша модель предсказывала по всем генам сразу все протеины. Точно, да, по всем генам все протеины, но... А мы хотим это как-то немножечко это все, ну, то есть, сделать какой-то инжиниринг, к этому прикрутить, чтобы нас... Ну, да, мы хотим сократить, да, потому что, ну, как бы, такой опыт, что там 20 генов, они, как бы, не нужны. То есть, всегда делается некоторое деменшное редакшн. То есть, мы хотим разделить, как бы, фичи, то есть, делать несколько отдельных моделей, которые, как бы, отдельные какие-то гены предсказывали, отдельные какие-то протеины сгруппировать. Ну, можно так, но тут дело не в отдельности, можно ко всем посмотреть, просто мы хотим выбрать только те гены, которые, вот, релевантны таргетам, да, и желательно их поменьше было бы. А релевантны не только потому, что они схожи в описании. А если два разных гена, как бы, участвуют в создании одного протеина. Не, не, погоди, такое, как бы, не бывает в биологии. каждый, ну, смысл, это, есть геологичность, это, конечно, происходит в начале РНК, а вторым, транскрипция, делается РНК, второй шаг, трансляция, делается белок. То есть, там по моду всяких деталей, типа, альтернативного в плайсинге, которые нам сейчас не нужны. Ген, как бы, один ген, он, и РНК, как бы, и белок кодирует. Да, логично. Вот. Я все понял. Конечно, то, что мы, вот, сейчас смотрим по описаниям, это, ну, такое, как бы, немножко игрушечный пример, да, но у него, как бы, такое достоинство, что, если близить по описаниям, то у этого есть какой-то биологический смысл, да, потому что, как бы, раз описания близки, значит, ну, как бы, люди не зря писали это описание, но что-то, за этим стоит какая-то биология. то есть, никто так, на самом деле, конечно, не делает на, на Kaggle, никакой Data Science так не делает, все делают наоборот, что мы строим модель, там, делаем питчер-эмпоттернс, отбираем самые важные питчер, но проблема дальше будет с тем, чтобы как-то понять, эти, то, что у нас вот модельно, генерила, модель сама может сказать, что нужно оставить, вот, там, такие-то, такие-то гены. мы можем это доверить модели, но вопрос будет потом, а какая вот эта вот биологическая интерпретация, да, то есть, ну, как бы, мы хотели бы сразу целиться на больше, не просто питчер отобрать, но еще какую-то биологическую интерпретацию получить. Для этого, ну, как бы, как одна из попыток, это вот совместить эти два подхода. То есть, пока что мы сделали чисто по описаниям, а дальше сделаем по модели, ну, и посмотрим, есть ли какие-то а вот я правильно понимаю, что вот это сейчас задача два, где по транскриптому нужно предсказать CD-белки, держи, это оно, да? да, да, ну, я как биолог тут могу попробовать тоже немножко прокомментировать, да, видимо, вот с точки зрения биоинформатики, наверное, тоже осмысленный способ объединять, группировать белки по их описаниям, в принципе, это логично, потому что если белки выполняют одну и ту же функцию, у них примерно одно и то же описание, отличаются только цифрой или буковкой, вот какой-нибудь рецептор 1, там, рецептор 2, рецептор 3, вот, а, но есть, в общем-то, в биологии большое количество других отношений между белками уже, и, а вот как раз, может, у Михаила тоже, и, наверное, у всех мало такого понимания, что здесь действительно стык биологии и математики происходит, то есть, для того, чтобы предсказать полностью, ну, как сказать, наиболее близко сделать предсказание, нужно понимать, а по каким законам меняется содержание вот этих таргетных белков в зависимости от МРНК, которые нам даются на входе, то есть, в общем-то, мы принимаем исходную такую аксиому, что один ген кодирует одну МРНК и один белок, и поэтому в этом плане это ничего не меняет, но с другой стороны, после того, как там белки наработались, дальше начинаются другие отношения между этими белками, и РНК там, в общем, тоже как-то кодирующие другие белки, значит, они тоже могут между собой какие-то отношения, ну, какие-то могут быть отношения, например, что другие гены, которые мы не предсказали, то есть, целевые гены у нас, вот это CD-группа, это белки, которые находятся на поверхности клетки и определяют ее тип, какую-то классификацию, вот, что клетка, имеющая такой-то набор таких-то поверхностных вот этих CD-белков, может называться там, не знаю, лимфоцитом, B-лимфоцитом, T-лимфоцитом и прочим, но помимо них, на вход дается данные гораздо большего числа белков, так понимаю, там несколько тысяч белков, и мы их не знаем, что они такое делают, вот, для информатиков, это такая, получается, некая коробка, которая как-то меняется, вот, и модель должна схавать все там несколько тысяч этих изменений, содержания этих РНК, и потом сказать, а вот эти, которые таргетны, там, несколько сотен CD, должны в данном случае поменяться так-то, если такая-то конфигурация на вход этих вот нескольких тысяч, то такая будет конфигурация этих CD-белков, и дальше, на самом-то деле, вот эти несколько тысяч белков, ну, генов там, да, они кодируют, из них только вот, только 100 будут кодировать эти целевые таргетные белки, остальные тоже будут кодировать белки, но эти белки будут выполнять совершенно другие функции, не связанные напрямую, возможно, с этими функциями тех вот CD-белков, которые у нас таргетные, а это могут быть, например, факторы транскрипции, которые влияют на экспрессию этих CD-белков, и, скажем, та РНК, которую кодирует, вот этот самый, там, фактор транскрипции, который контролирует, в свою очередь, работу гена CD-белка, если, скажем, его повышается, уровень МРНК, это может означать, что данный CD-белок тоже будет повышать его содержание, или он вообще, в принципе, появится на поверхности клетки, а если там будет при этом присутствовать еще какой-то, значит, транскрипт, МРНК, другого, тоже не CD, значит, не кодирующий CD-белок, но это будет, скажем, репрессор транскрипции, то, наоборот, соответствующего CD-белка там не будет, и тут, по всей видимости, есть некое такое скрытое, скрытое взаимодоношение, то есть, вы, конечно, можете попробовать, классифицировать, там, группировать эти CD-белки, но мне кажется, это вершина айсберга тех взаимодействий, которые в реальности происходят. Ну да, регуляторные белки, то есть, регуляторные вот эти, конечно, тоже там присутствуют. Да, именно, вот в том датасете, который идет на вход, содержат также регуляторные белки, факторы транскрипции, это частный их случай, то есть, подмножество, большого множества регуляторных белков, и они также участвуют в контроле содержания вот этих CD-белков, там могут быть, скажем, вот, системы деградации белков, лубиквитин-протасонная система, автофагия, какая-то протеаза, я не знаю, какие-то белки процессинга, там, что-то еще. Циклические, циклические, наверное, какая-то там... Может быть, да, там циклины какие-то прочие. Да, да, большое количество других регуляторных белков, которые тоже влияют на вот содержание этих CD-белков. Если мы сосредоточимся только на этих CD-белках, то мы наверняка не будем понимать, какие глубинные механизмы управляют их содержанием, появлением или отсутствием на поверхности клетки. На это влияют вот те скрытые, как бы, может быть, даже без описания данных, я не знаю, как построены данные, но, возможно, вот РНК, несколько тысяч, которые даны на вход, там, может быть, тоже быть какие-то описания, но там, если разбираться и группировать их, то, возможно, тут можно увязнуть во что-то другое. Но просто, видимо, это надо держать в голове, что наличие вот этих CD-белков на поверхности клетки их содержания будет также контролироваться теми, скажем так, РНК, которые не представлены там CD-набори. И, наверное, также справедливо, что не все эти несколько тысяч определяют, то есть не нужно все эти несколько тысяч как-то внимания, значит, они скорее так, они скорее шум создают для того, чтобы понять, что есть только, может быть, десяток, там, два десятка именно этих регулирующих факторов, которые контролируют именно заданный CD из того набора таргетов, которые надо предсказать. И, наверное, здесь информатически самая сложная задача это вот отсесть этот шум из этих нескольких тысяч и найти несколько десятков именно тех истинных регуляторов, содержание которых, может быть, там, не знаю, с вероятностью на 80-85% от них зависит появление или отсутствие CD-белков из таргетного набора. Наверное, в этом будет наибольшая задача, но при этом, наверное, понимание, что некоторые CD, чем еще полезна на самом деле группировка вот этих CD-белков, то, что я участвовал в обсуждении в чате, что некоторые из этих CD, они скоррелированы, что если есть один CD, то с ним будет и другой. И они выполняют функционально одну и ту же функцию. У них бывает, да, одинаковое иногда описание, но иногда не совсем одинаковое, но тем не менее, когда они присутствуют вместе, они собой ухарактеризуют определенный тип клеток. И вот для этого типа клеток должен быть такой-то набор CD-белков. И если этот транскриптом, вот эта коробочка, значит, непонятная, говорит нам о том, я так понимаю, есть такие скрипты, которые позволяют предсказать, они говорят, что данный набор транскриптома данной клетки говорит о том, что это Т-клетка, Т-хелперная, не знаю, Т-регуляторная, то тогда у нее должен быть такой-то набор CD. И он в принципе известен. И вот одно из возможных вот таких решений этой задачи, когда мы действительно можем предсказать наличие таких-то CD, это по транскриптому сказать, что это такой-то тип клеток. И дальше прикручивается вот некий такой, не знаю, семантический модуль, который обрабатывает эти данные, и у него такая библиотека, что если это Т-клетка, значит, у нее должны быть такие-то CD. Если это B-клетка, то такие-то CD должны присутствовать в таргетном наборе. Ну и в такой-то количестве может быть. От обратного, то есть какие-то не должны присутствовать, может быть. Да, и это все верно. То есть если это, допустим, Т-клетка, значит, у нее не должны быть CD, которые характерны, скажем, для макрофагов каких-нибудь. То есть для другого типа. Есть такие CD, которые обязательно должны быть на одном типе клеток и должны обязательно отсутствовать, если это другой тип клеток. Но есть те, которые есть и там, и там. И вот, наверное, биологически осмысленная классификация, это, наверное, может быть, действительно привязать к типам клеток, что это известно. Вот в чате были эти многочисленные таблицы, даже я выкладывал, там другие люди находили большие таблицы, где показано, что в данном типе клеток должны присутствовать такие-то, такие-то CD. Ну и, соответственно, отсутствовать другие, по всей видимости. И вот, если создать такой, значит, такую табличку, да, вот в соответствии между типами клеток и набором CD, который должен быть и который не должен быть, дальше задача может сводиться к тому, определить, а какой это тип клеток в этих данных, которые даны на вход. И если это позволяет вот, скажем, другая программа обработать вот, несколько тысячных транскриптовых данных и на основе их сказать, что это Т-минфоцит, вот, то тогда, значит, все, дальше обращается к этому биологическому модулю таблицы программы и вот списывает значения этих CD и говорит, вот должны быть такие-то, такие-то. Но, возможно, здесь задача еще немножко сложнее, что нужно не просто предсказать наличие или отсутствие CD этих белков, а сказать еще сколько их тут. Вот, это, наверное, еще сложнее может быть, но тогда, наверное, нужно, да, лезть в, опять же, в этот, вот, в эти несколько тысяч белков и там же ведь есть ген этого данного конкретного CD и у него есть уровень МРНК и попробовать построить корреляцию уже с его МРНК, потому что чем больше это МРНК, как правило, тем больше этого белка. Вот, но тут как раз и могут быть вот эти вариации из этих регуляторных белков, что МРНК может быть много в данной клетке, а белка, на самом деле не так много, потому что существует экспрессия другого регуляторного белка, который на уровне белка, не МРНК, а на уровне белка как-то разрушает этот белок, как-то его там, не знаю, деградирует. И поэтому это такая ситуация как раз, когда нарушена корреляция между содержанием МРНК и белка. Казалось бы, МРНК должно быть много, вот, смотрите, вот данные такие-то, а вот на уровне белка из этих вот регуляторов, которые там есть, это получается мало. И вот эта модель, мне кажется, тоже должна такую ситуацию предусмотреть, что может быть такое теоретическое влияние. И там же данные, они во времени, я так понимаю, что еще вот... Да, 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 еще, да, еще... Просто можно не обязательно, мне кажется, так углубляться, просто можно, мне кажется, понимать, что это все еще растянуто во времени, нужно не просто там, это же не точные данные, то есть это временной ряд еще какой-то должен быть. А это, возможно, из другой задачи, Александр, я не прав, там еще есть первая задача, где даны как раз по времени, а так все... Там в обоих задачи, в обоих... А, и у СИИ тоже? Да, то есть там несколько дней, но все-таки... Это довольно... Ну, шли далеко, мне кажется, да. Хорошо. Что-то по коллегам... Спасибо, очень, кстати, было очень интересно, очень много как бы, да, вот расставили, спасибо тебе большое. А у кого-то еще есть вопросы, в комментарии, предложения Эльмира, Лидия? Да, коллеги, спасибо за обсуждение. Я тоже согласен, что вот именно семантическое сходство, скажем, между доменами, вот оно обычно дает самые интересные результаты. Мы как-то с Александром пробовали делать что-то подобное на базе генов, лекарств и болезней. Ну, это вот обычные такие домены, которые сравниваются, там тоже были какие-то результаты. И здесь мы также можем выделить разные домены и посмотреть сходство между ними. Вот, я, наверное, слишком много времени своим ноутбуком занял, да, и вот наверное, нужно передать слово Полине поэтому всем спасибо. Да, Антон, спасибо большое. А по этой части у кого-то есть вопросы, комментарии? Полина, может, у тебя есть какие-то вопросы, пожелания? Тимофей Лебедев? Нет, вопросов нет, мне кажется, что как раз Дмитрий все более-менее все верно сказал, только там как бы основная проблема как раз то, что успешно тип, подтипы клеток не получается предсказать по экспрессе CD даже имеется стометрию. То есть это просто область не до конца изучена экспериментально. Да, это интересно. Может быть, как раз, ну не знаю, какая-то интенция организаторов этого соревнования, может быть, действительно построить какую-то модель как-то уточняющую, какие могут быть CD присутствовать типа там подтипах клеток, потому что я тоже читаю экспериментальные статьи, вижу, что, допустим, какой-нибудь там не знаю, CD 38 на B клетках присутствует только у 3% этих B клеток. И тут получается, что да, вот некая такая, да, как бы сказать, нельзя даже построить вот такой однозначный словарь, что вот у данного типа или подтипа клеток должны быть такие-то CD. Это тоже какой-то вероятностный процесс получается. Вот, если они тоже либо они есть, либо они нет, и может быть, вот как раз, наверное, этот транскриптом-то в себе содержит, наверное, какие-то данные, позволяющие, ну, более-менее точно предсказать. Но я думаю, что на 100% мы никогда не предскажем данный тип клеток. Поэтому идет борьба за вот, насколько мы, на 70, там, на 80% приблизимся. До 20% мы ошибемся, что происходит. И, наверное, транскриптома здесь данных просто недостаточно. С точки зрения биологии так, то есть нужны какие-то еще дополнительные экспериментальные исследования, и настолько сложны взаимодействия между белками, вот этими генами и прочими, что, обладая только одним датасетом, крайне сложно приблизиться, там, может быть, даже к 90%, очень сложно приблизиться к такому предсказанию. недостаточно данных, показывающих всю сложность вот этих взаимодействий. То есть, я думаю, что, да, на 100% нельзя ориентироваться, поэтому нужно вот, ну, да, действительно посмотреть, как профессионалы на Кагал, с какой точности они достигают, это около, я так понимаю, там, 85%. То есть, видимо, это, да, вот такой уровень данных, предсказания данных, ну, вот, да, из-за того, что мы не все знаем. Но если мы хотя бы попробуем предсказать вот эти корреляции, там, антикорреляции, на основе их вот, экспресс-сигенов, на основе их вывести некая модель, позволяющая, ну, хоть на 85% предсказать содержание CD, наверное, это уже неплохо будет. Вот. Вот таких вещей. Да, но, кстати, вот по поводу корреляции для разных, вот, там, CCWE датасетов, там же есть данные протеомов и рнкассеков, там, в принципе, можно, там, конечно, креточная линия, но можно по креточным линиям всяких, всяким кровяным выбрать, соответственно, те CD, которые хорошо коррелируют по рнк, белку и плохо. Ну, и уже будет какая-то информация, что какие-то CD можно просто напрямую предсказывать. Кстати, да, наверное, может быть, тоже имеет смысл выделить подгруппы тех CD, которые мы хорошо умеем предсказывать и те подгруппы, которые плохо умеем предсказывать. И вот, если хорошо умеем предсказывать, то вот, да, Создали некий подскрипт, под модель этой модели, которая говорит, что если это тип клеток, то должны быть такие-то CD. Это из группы надежных. А дальше вот это темные лошадки, серая зона, те CD, которые то есть, то их нет. И уже, видимо, основная работа там. Попробовать посмотреть, какие еще могут быть закономерности. И, может быть, как раз привлечь другие датасеты из экспериментальных статей. Люди же тоже исследуют. И там у них и протеомы, и транскриптомы. Может быть, какие-то вестренблоты даже, такие вот единичные исследования. Ну, это, не знаю, мне кажется, слишком сложно. В принципе, много интересных вопросов. Но, Полина, наверное, должны дать тебе слово. Я на самом деле просто переживаю, что была анонсирована статья, как топик мета. Я предлагаю рассказать. А потом еще, если какие-то обсуждения, вопросы, можно потом продолжить. Просто, если люди, кто пришли именно послушать статью, чтобы они ее послушали, иначе будет, наверное, не знаю. Да, конечно. Ты можешь расширить? Мы немножко из тайминга совсем выбились. Может, должны были закончить полностью, мне кажется. Исходя из того, что мы договаривались вначале по таймингу. Вот, поэтому даже не знаю, сколько у нас есть времени. Я устраиваюсь за… Ну, я на полчаса рассчитывала. Ну, вот, не знаю. Есть полчаса? Да, полчаса есть. Ну, хорошо. Так, давайте тогда я постараюсь покороче. И самое основное. Так, видно ли вам мой экран? Да, сейчас видно, но не полный экран. Да, но не полностью. Не полностью, да? Вот, хорошо. А потом можно продолжить обсуждение. Я, извиняюсь, что я передала. Важное обсуждение по кегаловскому соревнованиям. Это самое основное. А статья, на самом деле, это только… Ну, такой гайд, на самом деле, который преподавали организаторы. Вот. Статья называется «Human Hematwaric Stem Sao Unimish Commitment in the Continuous Process». Статья была, там, здесь уничтожена или пополучена в 16-м году, выпубликована в 17-м. Примерно вот время, когда я начала синтолоса на анимацию, и вот тогда, действительно, там были споры по поводу того, что… Как дифференцировать ECSC в mature cell types, если это какой-то степ-вайс, какой-то процесс, разделенный на какие-то этапы и стадии, или это вот непрерывный какой-то, непрерывный дифференцировка клеток, и, собственно, мы будем видеть континуум, когда мы сканируем single cell. И, собственно, вот эта статья, публикована она через собой уже, цитирована почти 700 раз. Она, собственно, о чем? Она говорит… То есть они сделаны такую вот фундаментальную штуку. Вообще, в принципе, такие типы клеток, на чем они сфокусированы в этой статье, да, вот из всего «Human Hematwaric 3», они сфокусированы в основном вот как бы вот тут, а нижние части, вот уже как бы mature cell types, они используют для того, чтобы как-то вот валидировать результаты, куда же приходят вот эти часы, действительно ли они, там, выбранные прогенитры, могут дифференцироваться в разные… То есть вопрос они ставят, действительно ли есть прогенитры, которые могут измерить разные mature cell types, или это какие-то истории такие, что вот из HSC напрямую получается унипотенциальный как бы precursor, да, который даст только, там, один или два каких-то типа клеток. Вот. Собственно, что у них получилось? Вот тут на Genom.us они описывают статисты, которые они центральны в этой статье. Для того, чтобы написать эту статью, они разработали метод, который они называют IndexOmics. Вот, IndexOmics, вот они пишут, что это which combines whole cytometry, single cell drugs externalic and single cell lineage phase data. То есть они вот тут вот рассказывают о том, что вот они сделали pack sorting, они покрасили клеточки одиннадцатью типами клеток, одиннадцатью типами салсоффер-маркеток и насектировали их либо для single-final эксперимента, либо для colony-forming assays, вот какие-то такие вот эксперименты, где в Invitro можно получить mature cell types, да, и посмотреть вообще, в принципе, какие колонии формируют сортированные популяции, и какие мотивы салсоффер-маркеток они получаются. Вот. То есть, таким образом, они могут на самом деле, вот, используя вот эти вот два линка, они могут косвенно, как бы, из транспекционного профайла могут смотреть, что действительно, по факту, финансистически получается из этих клеток. Там могут много раз повторять эти эксперименты туда-сюда, то есть какие-то там индифицированные интересные кластеры в single cell, потом, так как они знают, у них есть однозначное соответствие вот здесь вот между PAX и single cell, они потом могут посмотреть на гейтинге, где это было, на сортировать этот гейт, и потом, это уже, естественно, будут физически другие клетки, но они будут обладать такими же, как бы, характеристиками, поэтому можно потом посмотреть, что там у них, получается, какие-то клетки они продуцируют. Вот. И далее они, собственно, пытаются ответить на вопрос, точнее, как бы, спойлер, да, они говорят о том, что вот дифферентировка из HSC в хамотипотенцепрогенетором – это континуум процесс, да, то есть это непрерывный какой-то процесс дифферентировки. Так как я именно вот с HSC в основном работала с мышками, вот, а там немножечко другие макеры, то я тоже гуглила, когда читала эту статью, что же там они, как они называют эти клетки. Вот. И, собственно, это очень важно, как бы, вот, знать вот эти вот три, даже вот, на самом деле, вот эти вот две комбинации – lineage и негатив, то есть lineage – это комбинация маркеров, которые характерны для mature immune cell trace, да, то есть это какие-то там маркеры типичные для бэк-клеток, для… даже для коктейль-клеток, чтобы их тоже исключить наверняка, то есть, на самом деле, коктейль lineage, он забирается, там, для каждой стати свой, ну, там, у всех, там, маркеры элитроцитов и так далее. То есть, lineage и негативы – это значит, что это не mature cell types. Лин – это такой ген, да? Лин – это не ген, это несколько набор генов, то есть какие-то, там, я не знаю, сколько, может быть, штук 8, штук 10 белков, ну, по порядку величины, оно может отличаться, в котором вот они красят, в котором они красят эти клетки для факсов. Лин – а эти белки – это CD все, да? Лин – наверняка большинство, да, но не факт, ну, как бы необязательно. Лин – ну, это точно какие-то салтсёрфы истории, то есть, чтобы факс можно было… Лин – хотя, наверное, если слишком увлечься… Лин – ну, я вот могу предположить, что все-таки, наверное, вот как раз это поверхностные белки, потому что на факсе можно сортировать клетки, с которыми присоединились антитела против конкретных белков с вот флуоресцентной меткой. Скорее всего, это все тоже поверхностные белки, но вот входят ли они в тот набор, который в кагле, это, конечно, другой вопрос, надо стать усмотреть, но, скорее всего, это поверхностные. Лин – иначе как они отсортируют на факсе? Лин – да, 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 нет, я к тому, что, в принципе, на факсе, если очень захотеть, вообще можно и внутрь, и внутриклеточные телки, но я думаю, в этом случае это, скорее всего, салтсёрфы, вот, и я могу потом написать в чате, скопировать, какие именно они, если они указали, потому что иногда бывает, что они такие, да, очевидно же, вот, для людей, которые биологи в этой сфере работают, они, да, очевидно, иногда бывает, вот, тем не менее. Итак, далее, лин – иначе, и CD34-позитивные – это immature HSEs, их, там, какие-то самые-самые ближайшие мультипатентные прогенитры, вот. Далее, более, как бы, эту популяцию можно разделить на две популяции. То, что они называют CD38 негативные – это вот как раз таки менее, mature progenitors, они тут их называют мультилинфоид прогенитры. Вот тут у меня как раз таки из-за того, что я в основном с мышками работала, немножечко диссонанс, да, потому что почему они называются именно мультилинфоид, а как же нейлоидные ветки, но тут я, наверное, просто не эксперт, поэтому я вот немножечко тут не знаю, если кто-то знает, буду рада, если подскажет. И они, собственно, говорят, что вот в этом, в этой группе, если инсортировать эти клетки, то кластеры будут, получается, как бы unstable, то есть клетки будут очень такие, как бы, как в облачке, да, то есть там можно их разделить на кластеры как-то, как угодно, и они будут высоко связаны друг с другом. И вторая группа клеток – это вот CD38 положительные, это уже более дифференцированные прогенитры, они разделяются уже гораздо лучше на отдельные кластеры, которые гораздо вот эти отдельные кластеры между собой меньше связаны, то есть дисконнекты целтайпс. Вот. Что, собственно, сколько клеток у них было и кого они сиклинировали, они брали бон-меру здоровых людей, вот таких вот молодых относительно, да, вот от 25 до 30 лет они указывают, и брали вот, 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 каляцович синфорик стемп, м-про-джен-системп. У них было два индивидума, ну, как, два человека. Из одного они получили тысячу примерно клеток, из другого примерно 400. Сразу говорю, что эта статья, там, условно, когда они, например, в 16-15 году, может, даже раньше, да, то есть тогда сингл сел, он был прям, ну, когда тысяча клеток, это было круто. То есть сейчас, конечно, уже куча клеток, 10 тысяч, это стандартные тоннексаты, 100 тысяч, есть миллионы, вот. Тогда было это круто. И еще они делали это не тоннексом, они это делали, надо было написать SmartSix 2. Если я правильно помню, а уже, как бы, есть SmartSix 3, у которого есть, по-моему, у SmartSix 2, он был характерен тем, что он, ну, почти все гены детектив больше, чем другие методы, основанные на DropLotBase Methods, да, но у него не было UMI, если я правильно помню, то есть там именно в Каунт-Матрице будут ряды, то есть циферки там будут, скорее всего, побольше, вот. То есть это вот те ряды, которые после PCR-amplification получаются, и то, что, допустим, в одной клетке какого-то гена было, там, написано, 10 рядов, да, в матрице указано, это не значит, что 10 физических РНК там был, может быть, была одна РНК, но она 10 раз имплицировалась. Поэтому, если вы там посмотрите на фильтринг-методах, они там достаточно жестко, они считают ген, это то, у кого есть хотя бы 10 видов в ячейке, вот, что для немая это будет там очень жестко. Поэтому, вот, обратите внимание, если будете смотреть на фильтринг-критерии. Вот. Вторая картинка, она, собственно, подтверждает то, что у меня написано вот здесь словами. Тут клетки первой популяции очень между собой связаны, и выделить какие-то отдельные кластеры соединить нельзя. Вот на прошлом МИТЕ у нас было обсуждение, что вот нормально ли, что на гематре мы не видим популяции ЧСВИП плюс ближайшие там прогениторы, мы не видим стадельных кластеров, все ли мы делаем правильно. Да, действительно, вот эта популяция, она вот такая вот более гемогенная, там, какие-то там немножечко паттерны чуть видны, но если отрекомировать уже более мочевые прогениторы, вот тут вот, вы видите, там, мой курсор, правильно? Да, видим. Ага, отлично. То вот тут вот прошифровка, это всякие нейтрофии, лимоноциты, вот это разные типы клеток, которые они там аноцировали, тут уже, видите, кластеризуются эти клеточки, то есть одна колонка – это клетка, одна строка – это ген, уже гораздо более четко можно выяснить. верхний ряд – это первый индивидуал, второй ряд – это второй человек. Так, окей. А, ну, собственно, вот тут вот эта легенда, это вот это, так как у них индекс Омик, так как у них для каждой клетки известная информация, откуда же она из Патха пришла, с какого гейта, то вот тут видно, что тиненькие, они более мультипатентные прогениторы, а красненького цвета они более матюр. там, да, не лоид, не преследует ретроид и так далее. Да. Да. Вот еще одно подтверждение тем словам, что в популяции с менее матюрых прогеников, вот как выглядит Network of Connections, они такие вот прям все между собой связанные, и, собственно, они делали вот это, вот тут написано, здесь я немножко шпаргалку написала, потому что, как бы, я так интуитивно поняла, но сама не делала вот этот random walk. Random walk. Это вот, если клеточку по вот этой вот нетворку пойти там налево-направо туда-сюда, то есть, как бы, она будет попадать, грубо говоря, в разные кластеры, или она будет попадать только в основном в один кластер, да, таким образом можно судить о том, насколько все эти кластера взаимосвязаны друг с другом, или они как отдельные кластера, и вот в нижнем нетворке с более матчей украины, как раз это уже более какие-то отдельные популяции. Так, тут на C-фигуре слева они красят, как это, например, тисни или мапу, тисни, да. Сначала слева это Local Clustering Condition, то, что шпаргалка написала, то есть это количественная характеристика, показывающая, что, вот, допустим, соседи вот из выбранной вот там ближайшей какой-то окрестности, они формируют комплект раз, то есть, как бы, все, они вот взаимосвязаны друг с другом и не связаны с остальными клетками. Вот, и понятно, что чем более отдельные клетки, тем у них будет Local Clustering Condition выше. И они что-то хотят показать, то, что эти клетки, они не случайно разбросаны на этом тисни, в центре действительно находятся синенькие клеточки, это менее, ну, это менее дифференцированный трагент, это, соответственно, более, с большим высоким потенциалом дифференцировки, во что они могут превратиться. Вот, и они в разные типы стороны могут дифференцироваться, это несут на этой картинке важно, где какая популяция, просто разные facts, population. Вот. Третья картинка, я вот пойду, в основном фокусируюсь на картинках, которые, на мой взгляд, будут наиболее полезными именно для соревнования, то есть, чтобы у них тут, ну, в любой статье есть, как бы, то есть, вот, мы будем идти по тем, которые самые опорные, как бы, статьи, опорные фигуры, а еще есть фигуры просто для того, чтобы много раз одно и то же утверждение разными позиционными, там, экспериментами доказать и показать. Вот. И вот эта фигура 3А, она, на мой взгляд, очень важная и очень полезная. Несмотря на то, что она вообще, ну, на первый взгляд, кажется, нечитаемая, но если посмотреть на просто ее кусочек, то она становится сразу же понятной и простой. Например, у них были прогенитеры, которые вот в них они выделили раз, два, три, четыре, пять кластеров и они назвали их там соответствующими какими-то аббревиатурами и поясняли, что это, например, с низкой или там с высокой и тут они пишут самое интересное и полезное, то, что это гены и то есть это маркеры, которые высоко горели в этом кластере, но их сингл-целли. Конечно, будет не стопроцентно как бы соотноситься от T-Mix, который у нас есть в Кегле, и SmartSix2, это немножко разный там, но в целом, как бы, если прям хочется проаннотировать ручками вот был бы запрос про маркеры для разных по типу популяции, для разных прогенитеров, то вот они. Вот это прям очень прям вот оно в той статье, которую организаторы не советуют, вот нужно смотреть сюда. Транскрипционные факторы, которые играют важную роль в этих прогенитерах и, собственно, Cell-Surfing Proteins, которые будут использованы для и так вот для всех кластеров. Собственно, из важного... можно я спрашиваю? Вот смотри, вот это иммуно-кинотипик, CD, иммуно-кинотипик, который совпадает с вот этим CD, который измерен по технологии сайдсек, который вот у нас таргет их, то есть просто нам они происходят. Ну, если они CD, там, с точностью до, там, какой-то чуть-чуть изменения аннотации с годами, там, 16-22, смотри, те же самые CD, если я и в этом вопрос. А еще различие технологий может вносить какие-то? Вот здесь как написано иммуно-кинотипик, то есть они тут, то есть там технология сайдсек на соревнованиях, да, это с помощью как бы секвенирования, прицепляли антитела с какими-то олигами, с баркодами, и потом их секвенировали. Да, секвенировали сами баркоды, то есть как бы каждому отдельному типу антибайдис для конкретного CD соответствует свой какой-то ТНК-баркод, который секвенируется. И по количеству этого баркода определяется, сколько было белка в этой данной клеточке. А могут быть другие технологии, может быть там какой-нибудь масс-спект, или это не суть важных, биологически наверное не очень важно, потому что раз есть белок, то и есть белок. Есть факс, то есть факс тоже через антибайдис вы присоединяете к белку антитела и к антителу присоединен какой-то флуоресцентный в этой часть, которая в этом приборе факс может гореть на определенной канале. То есть в принципе очень похожий. Там и там используется связывание с антицилами конкретных белков, поэтому должно быть максимально на мой взгляд похоже, но какие-то конкретные технические там какие-то возможности несоответствия я лично не знаю, но чисто если теоретически подумать, то должно быть еще похоже. То есть это не аспектрометрия, где именно аспект пептидов смотрится, которые были на импульсе. Слушай, а дальше клетки в фазе G2M клеточного цикла. А дальше тут написано вот эта фраза относится ко всему к двум панелькам ниже, которые pre-bsales и моноциты. Не-не-не, я думаю, что вот смотрите, тут какая-то у них была какой-то хитматчик, который они разбили на части, чтобы удобно было эту табличку рядом поставить. Я думаю, что вот эти G2M клетки, делящиеся, это только вот этот небольшой кусочек. вот. Подожди, в этом небольшом кусочке не написано какие-то небольшой кусочек. посмотреть внутри каких-то конкретных уже типов, которые не смогли аннотировать по другим характерам для этого типа маркеров, например, мотивы мейлоид. То есть какие-то мейлоидные типа клеток из них получится. И тут они разделяют на тех, у которых повыше. Вот здесь. конечно, странно. Потому что эти клетки все активно, по крайней мере, те, которые сейчас у нас в данных, они же там были мобилайз. То есть их специально стимулировали, чтобы они стали пролеперировать, чтобы выйти из бон-мерол. Их специально заставили сильно активно размножаться, пролеперировать. И я смотрел, там эти большинство клеток активно пролеперируют. Ну, текущие дата-свете. Их совсем не маленькая часть. Ну, ладно, я понял. То есть это такой вопрос. Тут они их не меблинизировали. Это клетки, я думаю, если я правильно поняла, они брали кость, собственно, digest и какими-нибудь там энзимами. И прямо из bone marrow убрали вот эти вот HSBC. А вот Эльмира хочет что-то прокомментировать. Ты можешь сама себя мьютить. У нас сейчас просто сделай мьют и прокомментируй. Я просто не очень люблю перебивать людей, поэтому я уже в чат записать. Ну, ладно. Я просто хотела сказать, что все-таки те, которые мобилизированы клетки и те, которые пролиферируют, это CD34, это прогениторные клетки должны быть. То, что пролиферируют, например, мегакариоциты или любые другие зрелые клетки, это довольно слабо верится. пролиферируют. подожди, то есть здесь скорее всего вот этот кластер, который G2M, можно я говорю быстренько, вот этот кластер здесь, который G2M, это скорее всего клетки, которые незрелые, то есть это возможно случайно они попали, там те же самые гемопетические, там стволовые, то есть какие-то прогениторные клетки при сортировке попались, поэтому они в G2M-фаге, а зрелые клетки не могут пролиферировать. Так у нас вот в Kegel соревновании это все прогениторы, это не PBMC клетки. Ну да, это я отличаю вот эту вот табличку от того, что есть в Kegel соревновании, я так понимаю. Сейчас, погоди, тогда это вопрос по линии, все-таки в этой статье это прогениторы или, то есть смотри, на Kegel соревновании там написано не просто мегакариоцит, допустим, а прогенитор мегакариоцитов, то есть не совсем как бы еще мегакариоцит, да? Да, да, да. А в этой статье это вот уже совсем мегакариоцит? А, нет, ну тоже написано мегакариоцит прогенитор. Да, я имею в виду прогениторы общие, типа там Common Melluit прогенитор, гемопатическая стволовая клетка, Common Lymphoid прогенитор, то есть вот у этих клеток по идее не должно быть маркеров никаких дифференцировки клетчного цикла. Я может ошибаюсь, конечно, но я не очень понимаю, откуда они могут быть. Для меня по биологии такого не может быть. последний год я вот занимался клеточным циклом на Single Cell данных. И вот я смотрел данные этого соревнования. Там все активно прогенитор. Мегакариоциты прогенитор. Ну, в смысле вообще все клетки там активно прогенитор. Ну, так, у нас тут немножечко путаница произошла, потому что все это вроде иммунные клетки, но они от Model Life это немножко одна история. То, что находится в Боннеру, смотрите, давайте, я не могу сказать, что я прям сейчас точно все разложу по полочкам, расскажу, как я понимаю, что тут происходит. Смотрите, вопрос был, это что у нас? Какие-то мочи, мочи, там, мегакариоциты или все-таки их прогениторы? Ответ это их прогениторы, они находятся в CD38, вот в этой вот части, которую они сортируют. Вот они, они уже как бы достаточно как бы хорошо на кластер разделяются, то есть они же более дифференцированы, но они еще не совсем терминальные вот эти клеточки, совсем уж определившиеся, скажем так. И есть у них CD38- часть, среди которых есть химотопатик stem cells, которые, по идее, могут превратиться во все иммунные кровяные клетки и их прогениторы. Вот они такие вот как бы более-менее гемогенные. Может быть, если я правильно поняла то, о чем говорила Эля, это то, что вот это вот, вот эти вот небольшие кусочки клеток, у них не было, скорее всего, каких-то маркеров, каких-то линейджов, потому что они действительно могли прийти, то есть вот эта вся таблица, тут вот тут написано, она только для CD38- положительных, то есть более мотивопрогениторов. Вот. То есть тут нету HSCs и нету ближайших их самых вот этих мультипотентрогениторов, которые тоже еще во все могут превратиться. Вот. А вот эта вот маленькая часть клеточек, чисто теоретически, действительно может прийти может прийти отсюда. У них, у этих клеток, такие маркеры линейджов горят не так ярко по сравнению с более мотивопрогениторов, но какая-то небольшая часть из них даже в Бон-Мэру, даже вот небо немобилизированное, она может пролиферировать. Вот. Такое возможно. В целом, те прогени HSC и ближайшие мультипотентные прогениторы, давайте вот про cell cycle я отвечу немножечко попозже, там будет оденена статья, я прям покажу, что происходит с cell cycle и что происходит вообще в принципе с активностью клеток от движения к HSC до разных вот этих вот линейджов, точнее, ну, как бы, прогеницы. Так, вот здесь вот тоже важная штука, немножечко я долго думала, что же они имели в виду. Тут они показывают, как они, собственно, выделяют этих клеток, вот они смотрят на этот компактный CV38 положительный, CV34 положительный, до этого они уже линучи минус откинули и берут вот это вот double positive population и говорят, что это то, что они вот вначале меня смутило multi-limpoid progenitis или BNK cell progenitis. Вот этот вот момент, как меня смущал, так меня и смущает, потому что тут прямо они действительно показывают, что если взять нижнюю часть, видно, CV10 это какой-то маркер какого-то конкретного линейджа, который им сейчас, ну, они берут его для эксперимента, но вот для этой части им не очень интересно, CV10 положительные клеточки, и из них уже очень много всяких аритроид прогенит, мейлоид прогенит, гранулов сайт, мегаторио сайт. Вот. То есть тут можно прям по маркерам смотреть, кто есть, кто. Далее, что тут происходит? в этой статье они говорят о том, что вот на самом деле самая важная картиночка это вот это, ну, на мой взгляд, B. Они говорят о том, что более мочио-проденитер, CD38, положительные, а у них только 60% клеток, если положить в инвитро вот эту чашку Петри или там и оставить их там жить, то только 60% сформируют какие-то колонии. Вот. А если взять менее мочио-проденитер, CD38, негатив, то уже там 80% сформируют колонии. То есть чем больше процентов формируют колонии, вот эта популяция это тоже какая-то. Вот CD90, я даже отдельно погуглила, это вот прям маркеры примитивных химотопоэтик, там селф, они тоже могут дифференцировать во всей лиме. То есть тут важно, что есть все цвета. И ретроид, и мега-корресат, и лоид, смешанные колонии, что-то не смогли идентифицировать. Вот. Омега-корресат и на какие-то редкие корресочки. Ну ладно. Суть в том, что если клетки формируют в колонии, то есть какие-то вот сгусточки или как сказать, сильно связанные с толстой с белками, с другими клеточками, то это характеристики того, что они более близки к часу. если я правильно могу связать два факта, я знаю, что в самых-самых из часей они на самом деле тоже делятся на два типа. Они делятся на Актик и Дорман. В часе вот Дорман они самые такие спящие, они не делятся, но они с высоким потенциалом и у них очень много салфсерфейс протеи. Больше, чем в Актик в часе. для них очень важно крепко сидеть в нише, слышать и слушать все, что их окружает, все другие селыклеры для того, чтобы понять, куда же дистанцироваться. Более уже зрелым сагенитром это не так важно, потому что они уже до этого получили какой-то стимул, какой-то сигнал, в какую-нибудь двигаться и они уже как бы дальше делают, уже дистанцируют по выбранному пути. И колонии они как бы формируют меньше колоний. Так, фигура пятая тоже очень интересная. Они тут внезапно рассказывают о том, что они сделали арт-пакетч, называется FITANNET. Я попыталась найти нормальную кабинетку, последний раз она обновлялась два года назад, то есть не супер поддерживаем. К сожалению, в Академии такое часто, что там что-то хорошее, интересное сделают, но потом на новую страну переедут и новую институт. Что этот пакет делает? Вот он выдает такие замечательные картиночки, то есть это не юмапы, это какие-то специальные картиночки из этого стемнета, где собственно, что делает стемнета? Он выдает такую вот скорбь, degree of priming. То есть чем больше степень намерения того, что готовность клетки в какой-то лимидж, тем выше этот скорбь. Вот он, тут черный скорбь, или даже белый. Тут находится HRC, вот это не показывает, вот эта нижняя панелька, так как у них есть индекс омикс информации, так как у них есть для каждой клетки информация из факса, вот они могут нарисовать условно примерно область разных популяций из факса на вот этой картинке. И они говорят, да, вот то, что клетки стемнета определил как наименее определившиеся с лимиджем, а это самые такие вот наивные или как можно сказать наиболее податные числи, list, prime, HSE. Дальше идут MPPs, тоже более широкие, всякие разные линейджи, тут допустим кресайт и дитресайт про дженитрус, вот они как раз это и подчеркивают гранулосайт и так далее. То есть эта картинка построена она специально таким образом, то есть он считает этот скорбь и видно считает какой-то еще относительный там дистанц между этими клетками, насколько они похожи и получается вот такая вот такая вот картиночка, где собственно клетки упорядочены полностью. То есть аналог diffusion маг такой вот симпатичненький или аналог монокола тоже симпатичненький. Так, что в этой фигуре говорит, о чем? Сейчас, секундочку, direction тут они на самом деле идеологически самая важная картинка, логически самая понятная, то есть они успокаивают всех тем, что если вы смотря на single cell, смотря на РНК, определили, что по каким-то маркерам, скорам, тулам и так далее, что ваша клетка собирается или уже пошла по какому-то линейджу, да, вы смотрите только на РНК, то действительно это связано, это не случайная находка, это действительно отражает то, во что клетка превращается в каких-нибудь колоний формен эссеи или других экспериментов, где вот прям физически берут клеточку, кладут ее в чашку Петри и дифференцируют. Так, например, вот Б-картинка, они с помощью там стемната или с помощью чего-то еще посчитали, какой-то сделали скор и разбили клетки согласно на эту скору на пять частей, чем больше цифра, тем больше, допустим, это приостать прайвинг этой концептной клетки. Они ее выделили там факсом, потом сделали там колони эссей или как-то так определили, что это за колони и действительно сказали, смотрите, как здорово, то есть у него процент, даже не кота процента, то есть 70-10, меньше 10 процентов, но тем не менее все равно корреляция есть, то есть большинство, ну чем больше прайвинг клетки в какой-то лимич, судя по рынка, тем больше клеток такого типа она действительно дает при дифференцировке инвитра. Ну и для эритроцитов они тоже самое показывают. Вот. Quantity between index omics чем отличается? А, ну и для они тоже показывают то же самое в принципе только в профиль. это для компартина более дифференцированных прогенций и 38 это для менее, то есть если вот этот нижний лейбл это то, как клетки были анонсированы из single cell реносека, а проценты это грубо говоря то, что в них получился инвитра при формировании холлой. Действительно, если там, допустим, клетка была анонсирована как мегакриосайд и тритросайд, то большая часть была превратилась именно в этот тип клеток. Вот. А если там не формирование лои, то там 2-core меньше превращается в литросайд. Фигура седьмая, она в своих восемь. Так, что тут в фигуре седьмой важного? Ну, то, что я ой, извиняюсь, то, что я вам рассказывала, что HSEs, они больше любят формировать именно колонии, то есть не отдельные клеточки, разбросанные в чашке клеток, а такие сгруппированные. И вот, собственно, этот предиктор BIN of degree of framing только в обратном корреляции. Если клетка более патентная, то есть более близка к HSE или MPP, она формирует больше колоний. Если она более уже дифференцированная, то она аформирует меньше колоний. Так, и восьмая. Может быть, тоже важной картинкой для Kegel Competition. Тут они говорят о известных, насколько я поняла, известных транспортиционных факторов, которые важны для того или иного линейджа. И они показывают усредненную экспрессию вот этих вот транспортиционных факторов. тут они напоминают, кто есть кто, где литра сайта, лисо и так далее. И они показывают, что если вам хочется вручную понотировать кегла, можно отсюда брать транспортиционные факторы. Вот эту картинку я не очень поняла. Если честно, не буду врать, что они имеют в виду. Например, если посмотреть GATA2 или GATA2, он должен мне как реакция тогда больше всего. Вот GATA2. Но я не понимаю, почему здесь других выше. Мне вот эта картинка понятна, а вот эта нет. Если кто-то не разберется, пожалуйста, выскажите мне, потому что я голову сломала и не додумала чего-нибудь показать. И, наконец, я отвечаю на вопрос, что же происходит с предветочным циклом. в этом дата-сете вот VHS-PC, которые сидят в ОНР, которые не были мобилизованы. Первое, что интересно, stem cell properties. То, что я говорила про аркезию клеток, почему OTC формирует больше колоний, у них больше, например, селсерфер с белков связан с аркезией. Она чуть-чуть немножечко там не видно, на самом деле голубая эта линия, она немножечко спадает со степенью праймированности, степень дифференцировки. То же самое там signaling, липиды тоже падают со степенью дифференцировки. А вот касательно метаболического паттерна, что происходит. Рибосомальный экспресс становится больше, все процессы с дыханием oxygen, respiration тоже больше, трансляции становятся больше. так, и cell cycle entry, вот он увеличивается, то есть в первом линии тут находятся самые такие highly potent HSEs и progenitors, тут cell cycle низкий, и он сильно так увеличивается ближе к определившимся progenitors. и самая визуально приятная картинка это 8D, где они вот мы начали с схематического D-хематопоэтик 3, а тут они показывают D-хематопоэтик 3 согласных данных, как у них получилось. То есть если клеточка вот какой-то progenitor здесь, из нее получится только B-Cell, Mono-Side, Embrity-Cell, Neutrophil, а из нее уже ретроцитом не получится. Ретроцит это же какая-то отдельная веточка, вот, то есть из этой вот красивой картиночки можно понять, какие lineage более, какие lineage менее связаны. И наконец в виде такого summary я сделала слайд с напоминанием о картинках, фигурах, которые на мой взгляд могут быть полезны для этого тега кокетишна, то есть 3А напомню, что это вот эта картинка, где взяли более уже мочу progenitors, но все еще progenitors, CD38, и аннотировали их. То есть почему именно их? Потому что тут никаких особо даже кустеров не получилось. Тут-то хотя бы какие-то маркеры видны, тут-то они смогли какие-то кластеры аннотировать, в кластерах не было, поэтому только для CD38 есть такая картинка. Вот, это мой взгляд полезно. Далее, 8А это транскрипционные факторы, характерные для разных линейджер. 8С это что происходит именно в таком, знаете, как-то есть geotermы, есть какие-то сигнатуры, есть какие-то процессы, вот на уровне процессов, да, что там происходит, эмиграция, липидные какие-то штуки, self-cycles, тоже идеологически на мой взгляд полезная штука. Стемнет, не знаю, так как он не монтанит этот тулайм, насколько она будет полезная, но если получится запустить здорово, да, идеологически прикольно, то, что у нее есть список генов, может быть полезнее вам будет, вы сами можете написать похожую тулу быстрее, чем если она уже не выпускается, а можете выпускается. У меня не было доступа к supplementary таблице, если у кого будет доступ, вот они обещают, что в supplementary table 3 будут гены, которые стемнет используют для понимания, насколько клетка пронирована в той или иной линейдж, вот, и там supplementary figure 6, такая вот она тоже красивая, тоже вот такое дерево, показывающие, какие типа клеток с другим более связаны, и теми, нет, вот, все, и escape, меньше, больше получил времени, получил 45 минут, вот, какие у вас вопросы? вопросы? Коллеги, вопросы, пожелания, комментарии? У меня есть некоторые идеи, комментарии, ну, во-первых, вот, к методам детекции этих клеток, так понимаю, что для соревнования это был иммуно-ПЦР, то есть, олиги были связаны с антителами, ну, и дальше вот какая-то амплификация, да, вот, правильно? А в данной работе здесь, по всей видимости, не иммуно-ПЦР, а вот тварисентные метки, которые связаны с антителами, ну, и там еще где-то потомные данные, вот, так вот, как мне кажется, значит, наши лаборатории занимались разработкой иммуно-ПЦР метода, и считается, что это наиболее чувствительный из, мне кажется, всех известных методов иммунодетекции, каких-либо белков, поскольку реакция ПЦР, она позволяет очень, так сказать, очень хорошо, очень гораздо больше значений усилить сигнал, гораздо больше, чем какие-либо там слои антител, и больше, чем флуоресцентный сигнал, и поэтому для одноклеточных подходов сингл-селл, видимо, важнее как раз иммуно-ПЦР использовать, и вот в этой связи у меня возникает такая вот идея, что в данной работе, если использоваться не иммуно-ПЦР, а антитела с флуоресцентной меткой, то, конечно, есть какая-то вероятность ошибки, возможно, Эльмир и другие, кто вот, у нас сотрудники занимаются вот факсами и вот сортировкой клеток, но я сам тоже слушал семинар по сортировке клеток, всегда есть некоторая ошибка в сортировке клеток, и поэтому случайно могут попасть какие-то ненужные типы клеток, просто они не имеют нужного сигнала, но либо сигнал такой низкий, либо клетка шла вместе с той клеткой, которая сортируется в данный момент, а там ширина капилляра больше и позволяет вот в данный момент пройти там не одной, а двум клеткам, и тем самым мы получаем не чистые популяции клеток, а скорее обогащенные, где там 95% клеток, допустим CD34+, и CD38-, но при этом есть 5%, которые там нам шум создают, просто потому, что сортировать очень сложно, ну и плюс еще вот сила сигнала флоресцентного не такая большая, возможно, какие-то клетки были пропущены, ну или наоборот, система посчитала, что эта клетка относится к CD38-, а на самом деле она CD38+, из-за того, что просто какой-то там сигнал бы слабый. Да, возможно, на границе, особенно если это среднее значение, там плюс-минус очень сильно могут быть огрешения. Абсолютно верно, и вот там, где был рисунок, где они предсказывали, что по каким-то маркерам клетка должна пойти по ретроидной линии дифференцировки, и вот у нас с какой-то вероятностью туда идет, или там должна быть Т-лимпоцитом, и она вот туда идет, но при этом какой-то процент идет не туда, вот возможно, это экспериментальная ошибка, связанная с тем, что мы имеем дело не с чистыми популяциями, а с некоторыми примесями, поэтому часть клеток идет не туда, но не потому, что они имеют те маркеры, которые мы считаем, там, типа, CD34, CD38+, а просто они случайно попали, CD34+, CD38- и еще CD19 у них, из-за этого 5% пошло не туда, вот, а так, верно я понимаю, что... ты верно понимаешь, единственное, что я хотела, вот, в стиле авторов статьи, в комментарии, что они как раз таки говорят о том, что это идет из такого континуума, и вот этот вот момент, ну, когда этот континуум происходит, приходит в отдельный кластер, на самом деле, чисто математического решения, какого-то идеального, тем более факт решения, ну, я не знаю, я не слышала, поэтому, конечно, вполне может быть такое, что они захватили какие-то клетки, которые еще из того континуума, грубо говоря, highly potent of cells, вот, поэтому, конечно, это просто какое-то, какое-то разделение, вот, на CD38+, CD38-минус, но, естественно, не самое идеальное разделение, может, через 5 лет они там будут меньше, найдут еще какой-то там маркер, который гораздо более точный разделяет. Да, 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 и вот, насколько понимаю, если был именно иммуно-ПЦР для кагл-соревнования, то можно ожидать что-то немножко, что-то более точное, и если как раз еще именно из данных клеток дальше извлекалась РНК, там эти белки смотрелись, то таким образом данные кагл немножко более точные, мне кажется, чем данные в этой статье, и, наверное, эти данные видят немножко более, может быть, какое-то, они большего разрешения, скажем так, и там, возможно, из-за того, что более разрешение, наверное, и как раз можно попробовать с помощью информатических методов попробовать и более точно выделить подтипы клеток, наверное, более точно, чем в этой статье, вот, и дальше вот, возможно, сама статья-то подсказывает, как это можно сделать, где есть рисунок, корреляция вот этих транскриптов между там двумя пациентами и вот эти CD34 плюс, CD38 плюс и CD34 плюс и CD38 минус клеток. И там, где видно, что идет явно кластеризация этих транскриптов данных в случае, где очень такая более-менее четкая популяция вот этих CD34, CD38 плюс-плюс клеток. А там, где вот этот плюс-минус, там видно, что какое-то вот поле, значит, какой-то сильной корреляции нету, но видны некоторые островки. И вот тут у меня такое вот получается некое предложение тоже можно обсудить, насколько я понимаю, все это. Если это действительно смесь клеток, получилось вот 34 плюс, там 38 минус, то она же состоит из мгновенно чистых клеток. Если есть какой-то способ, вот как иммуно-ПЦР, позволивший их как-то четко описать, то мы имеем, значит, синдексов транскриптомы. Там клеток гораздо больше, чем 1400, я так понимаю, их там десятки тысяч этих клеток. Вот. Тем самым мы можем попробовать выполнить кластеризацию по транскриптомам и разделить на группы похожих клеток, группы, подгруппы, как угодно. То есть классифицировать данные входящие в этих транскриптомов, но при этом все-таки думая, что все-таки тут более точное определение содержания этих CD-маркеров по сравнению с факсом данной. Ну и как понимаю, что клетки очистили, вот эти из одной клетки знают, именно для данной клетки знают и CD-маркеров, и ее 200-транскриптом, ну там 3000-4000 генов. И тем самым есть четкая ассоциация сигналов таргетов CD, и причем такая количественная, то есть там видимо нужно смотреть не просто, что есть или нет это CD, а еще посмотреть, а какое его количество. И тоже ведь иммунно-ПЦР как и любой ПЦР имеет некий фон, некий шум, то есть сигнал ниже какого-то уровня, нельзя считать сигналом, это какой-то шум, связанный с техническими, значит, какими-то проблемами. Так вот, видимо, нужно как-то попробовать тоже в этом шуме разобраться, считать, что у CD есть сигнал, и ассоциировать дальше с транскриптовыми эти клетки, попробовать их классифицировать, и может быть тогда выделиться какие-то вот кластеры групп, и вот это будет такой корреляцией, что если есть такие-то, такие-то CD детектируются по иммуно-ПЦРу, то тогда-то вот такие-то, такие-то кластеры вот этих транскриптов обнаруживаются ассоциированы с данной группой клеток, и если кластеризация прошла правильно, я не знаю, какой алгоритм там предиспользовать, но чисто умозрительно, то тогда они должны быть вот как на том рисунке в статье, где вот CD3438 плюс-плюс клетки, там четко видны кластеры вот такие скоррелированных транскриптов, ну и плюс, видимо, эти транскрипты не просто такие, они еще связаны с определенными факторами транскрипции, как вот первая самая полезная таблица, такая рисунок для Kaggle соревнования, я думаю, что вот это абсолютно тоже верно, что если работают определенные факторы транскрипции, то вот именно они, их набор, не один фактор, а именно набор может определять данный тип по тип клеток и через это определять наличие, отсутствие и количество соответствующих CD-маркеров на поверхности вот этих клеток. Вот, и вот я думаю, как бы, да, такая более тонкая кластеризация, то есть, может быть, да, одно из таких способов решения задачи, это как-то тонко, биологически осмысленно, опираясь на знание фактора транскрипции, кластеризовать данные сингл-селл на вход и сходя из этого и предполагать, что если такая-то комбинация транскриптов, вот такие-то CD должны быть и в таком-то количестве. Вот, вот, у меня вот такая мысль появилась, сходя из анализа статьи и данных. Вот, вот у меня такие мысли. Спасибо большое. Спасибо. Что нас? Рада, что вы. Надеюсь, полезно. Да, интересно, сейчас статья, тоже очень много чего узнала, но вот я думаю, что да, нужно биологически шум отличать от, значит, сигнала данных и потом как-то пытаться транслировать на данные Kaggle, мне кажется, они более чистые. И вот эта идея кластеризации, мне кажется, я, конечно, не совсем информатик, но начинающий такой, да, больше с биологическим обыдом, но вот, как мне кажется, дело все в кластеризации. Научившись правильно кластеризовать транскриптомы, в этом есть ключ к пониманию, какие CD и в каком количестве должны быть, например, таргеты соревнований. Наверняка, это все равно на 100% тоже нельзя, то есть, именно что алгоритм кластеризации тоже не совершенно, насколько я понимаю, которые сейчас есть, то есть, возможно, задача даже о том, как можно ли улучшить эти алгоритмы кластеризации. Насколько знает Александр, есть такие уже алгоритмы, там где-то в 16-17 году разработанные, они тоже могут ошибаться с типом клеток, которые наблюдаются в данной смеси. И вот тоже там справедливое замечание Александра, что вот когда анализируются вот эти, там, даже в первой части задачи Кагла, где вот эти атак, сек и прочее, там видно, что как-то странно смешиваются эти типы по типу клеток, что, конечно, вот алгоритм не очень. Вот нужно его улучшить так, чтобы вот кто лучше, лучше, так сказать, тот, наверное, больше успеха достигнет. в предсказаниях. Вот, ну, такое мое мнение, конечно, не обязательно оно истинное, но, мне кажется, довольно полезное. Ну, в общем, такие дела. Спасибо. Какие комментарии, замечания? Ну, у меня вот только один, одно такое комментарий, что, мне кажется, еще отчасти не использовали определение по цитометрии, потому что это очень хорошо валидированный метод и, грубо говоря, к нему много известно биологических, скажем, фенотипических данных об этих клетках. если вы посмотрели на цитометром, увидели там CD4+, CD38-, ну, или там CD10+, то, исходя из огромного количества экспериментальных данных, вы более-менее четко знаете, что это биологические заклетки, что это функционально другие клетки. Можно вот откластеризовать, получить очень много кластеров, но потом непонятно, как их валидировать с точки зрения того, отличаются ли они по своей природе, или это уже артефакт какой-то перекластеризации, оверфитинг. Вот, я думаю, что в этом плане вот именно такие цитометрические данные, полезны как раз тем, что, скажем так, за ними стоит очень много экспериментальных данных, и, то есть, если они вот так разделяются из клетки разделяются в цитометры, то, скорее всего, они биологически разные подтипы. еще какие-то замечания, комментарии, вопросы? Ну, тут у меня как раз, да, в связи с замещением Тимофея также такая идея возникла. Я тоже согласен, конечно, что вот чисто кластеризация без каких-то биологических осмысленных данных, ну, не может быть на 100%, даже на 90% какой-то верный, нужны какие-то подтверждения того, что именно данный тип клеток обладает нужными свойствами интерскриптома. Но, может быть, посмотреть, как раз эти организаторы КАГЛа даже и советуют, что можно привлечь другие данные извне. Быть может, есть такие еще работы, где проведено, может быть, даже вот это иммунопацир или еще какое-то вот цитометрическое определение типа клеток, может, какие-то их функциональные характеристики, подтверждающие, что этот клеток именно данный тип клеток, который мы думаем, и связанные с ним данные вот сайт SEC, там, ATAC SEC и CE-данных. Может быть, какие нужно поискать работы? Да, вообще есть вот данные, есть такой, есть алгоритм SPADE, он используется для данных масс-цитометрии, ну и похожих, короче, для многопараметрических анализов именно по маркеров определенных по антицилам, и там есть вот он строит деревья принадлежности к клетке к определенному подтипу или к определенному направлению коммитмента. Вот, то есть, можно посмотреть, там, если загуглить SPADE сайтов, то можно наткнуться на такие статьи, там достаточно много маркеров, бывает, смотрят, там, в принципе, до 30-40. Вот, можно, наверное, из них что-то тоже получить. Ну, а их, как бы, сложно будет соотнести с данными Турскриптомов, потому что, обычно, если делать сайтов, то нет Турскриптома, то есть, это нужно как-то отдельно придумать, как соотносить. Да, вот здорово, чтобы, если был бы вот этот, SPADE, данные, еще к ним и Турскриптомы, это было бы шикарно, наверное. Такие вещи, но вдруг есть, вдруг готовится какая-нибудь статья, не знаю, в принте выложено, не знаю, что-то такое. Но, в целом, по данным сайтов, можно писать по гораздо большему количеству маркеров, чем, обычно, предлагается в цитометрических исследованиях, которые предшествуют сингл-селу. То есть, там можно просто ориентироваться на другие маркеры, выбрать те, которые хорошо коррелируются, которые хорошо коммитменты у этих клеток, каким они ветвям под группам поналежат. Использовать их как бы для дополнительной валидации более каких-то кластеров. да, ведь, да, в этой же какого-соревновании, насколько я понимаю, там выложено уже содержание вот таких-то, ну, CD-белков, да, и можно использовать вот эти сервисы, чтобы посмотреть, а какое соотношение вот этих вот CD, какому там типу, по типу клеток соответствует. Потому что как-то от этого отталкиваться, то есть попробовать использовать эти CD-данные, чтобы вот некую классификацию построить клеток, вот, или даже так, некий классификатор, вот, как-то биоинформатический такой, то есть построить классификатор, который использует, что если такая-то комбинация CD присутствует, то это соответствует такому-то типу, по типу клеток. Ну, хотя бы так. Вот, а дальше смотреть, есть ли какие-то транскриптомы, может быть, вот именно данных вот типов, по типам клеток. Для кого удастся найти или как-то просоциировать. Вот, что вот, если такой тип клеток, значит, такой-то примерно транскриптом должен быть. Ну, вот, да, конечно, все половинчатое решение, ну, хотя бы хоть что-то такое. Спасибо большое. о девушке Полина, Эльмира, Мария, какие-то есть комментарии, заключающие слова, там, как бы вы устали решать соревнования, что вам в нем нравится, не нравится. Я хотела сказать спасибо, что делитесь, кстати, ноутбуками, было очень прикольно посмотреть код и что вообще можно сделать с этими данными, с какой стороны посмотреть на них, было очень интересный, спасибо большое. Спасибо за доклад. Но мы можем, наверное, даже еще поделиться, сделать какие-то могут быть с решением таким простым байлайн сказать интересно. с биологической стороны был, значит, у тебя в докладе на одном из слайдов указаны маркеры, которые они приписывают разным клеточным типам. Все-таки заключающий такой вопрос. В соревновании такие же клетки, то есть законное использование этих маркеров или клетки не совсем такие же? То есть какие-то детали отличаются? клетки не совсем такие же, но они будут больше пролиферировать и какие-то связанные с этим процессы будут отличаться. Вот эта трансляция рибосомалка, липиды, ну, липиды, ну, есть липидософеи, этот, как бы, протеин, они будут другими, но какие-то характерные маркеры для лимнинджа, они должны остаться. Вот. Возможно, назвать вот. То есть можно использовать эти маркеры, естественно, нельзя утверждать, что клетки абсолютно идентичны, просто по факту, что у них там три маркера каких-то одинаково горят. Но можно назвать, можно использовать эти маркеры для салтайпа метриж. Какой-то такой хорошей точностью, скажем так. Не все маркеры будут гореть хорошо, потому что там Smartech, а тут Zizik, там Bonero, тут Mobilize, но в большой степени это будет, наверное, полезная информация. Лучше, чем ничего, это точно. Окей, хорошо. Нижний я маленький вопрос задам. А у них, наверное, есть какая-то, я думаю, у них есть табличка к этой фигуре три. Я не думаю, что это единственный, ну, в смысле, что это как бы полный список маркеров, который есть. Я думаю, что это не основные просто перечислили. Просто мне кажется, что там должно быть больше, скорее всего, генов в этом списке, чем они указали в этой табличке. То есть в рисунке. То есть я думаю, что, я не знаю, я предполагаю, что может быть табличка, в которой больше информации не содержит. Можно, да, глянуть табличку, у кого supplementary table есть доступ. Нужно это посмотреть. Да, если кто-то есть в институте. Ну, еще прикольно вот эта сама идея с, ну, не идея, я видела уже, что это используют, но вот этот вот метод с расчетом именно удаленности от геометической стволовой клетки, то есть то, что они учитывают все-таки вес, а не только просто, как сказать, качественный анализ делают, вот, плюс-минус. Ты про вот этот стемнет, да, на ютубу, который сделали? Ну да, да, там, да, хотя, как бы, блин, единственное, что я не поняла, то, что, как бы, насколько вот этот, то есть они показали, да, то, что вот этот индекс Омикс с индекс Калчур хорошо совпадает для мелодия, там, и не для кориоцитов и ретроцитарных прогениторов, да, просто как бы, а для других типов, там, типов-то больше, черт, то есть они выбрали все такие самые, такие банальные, для которых, по сути, предсказывать. Ну да, я не все картинки, вот эти вот валидационные, если честно, озвучила, там, может быть, чуть-чуть там, где-то чуть побольше можно найти, но... Судя по картинке, вот это с мышами, они как бы только для этих проверяли. просто получается, что как бы все отлично работает для тех типов клеток, для которых это все понятно. Я поняла. Типа это не... Не, это же не твое статья, так что в комментарии. Не-не-не-не-не, я просто... Сложно уточнить, просто да, получается, что, как бы не их метод, да, никакой другой не позволяет уточнить какие-то типы клеток, которые невозможно определить, например, факсом. То есть лимитейшнс, это все равно вот эти CD-маркеры, определенные фактами. Вот как-то так получается. И при этом еще вот этот момент не очень понятен, то, что предсказание вот этих индексомикс отлично работает только для вот этих вот типов клеток, которые... Да, я, если честно, не задумывалась. Можно понять все. Я больше как-то просто когда смотрела, как они эти колонии аннотируют, ну, в смысле, вот в Петре, там же это неочевидно вообще. Они там как-то по форме различаются, они как-то смотрят их микроскоп. Ну, там обычно добавляется разный набор цитокинов, а дальше считается размер колонии. Да, я вот просто не знаю, если честно, не эксперт вообще далеко, не знаю, можно ли прям с точностью до каких-то супер-типов посмотреть. Наверное, можно потом их снова факсом прогнать, потому что естественно ничего. 5% посчитать. Ну, да, факсом можно еще раз сделать секвенирование. В общем, да. Ладно. Ну, основной все-таки комментарий, если у кого-то есть доступ к этой саплементной информации, можно табличку посмотреть, может там как-то все станет более прозаично и проще. Не знаю, может там какие-то прям такие списки, которые можно прям применить сразу, и все станет понятно. Списки генов. Да, тут вот правильно было подмечено насчет этих колоний образующих наборов. Нам понятно, что они тоже очень как бы лимитирующие, потому что далеко не для всех подтипов они, скажем так, подобраны. Это какой-то эмпирический набор условий ицитокинов, которые дают рост мегакариоцитам, но каких-то колоний специфических наборов, чтобы вырастить определенный по тип Т-клеток или определенный по тип Б-клеток, вроде как нету, или они очень нешироко доступны. Такие колонии, образующие тесты достаточно грубые. Они большими группами определяют клетки, и то не факт, что все. Поэтому тоже надо учитывать как лимитирующий фактор. То есть возможно нужно искать исследования, где по маркерам какие-то балки насортировали из крови определенные по типу и там уже посмотрели экспрессии дивгены. Посмотрели на ее посмотреть инструмент информацион. Зашел до второй таблицы. Есть какие-то таблицы, но надо разбираться. Там какие-то тысячи генов. На первый взгляд это не похоже на маркеры. Может быть на другие смотреть. А посмотрите по биологии еще раз вопросы, которые мы с точки зрения data science можем считать. Это первая допустим корреляция между протеинами. То есть мы можем увидеть, что какие-то сиди скоррелированы с другими сиди. Вот вопрос к биологам. Вы сможете это как проинтерпретировать? парень, ты сможешь проинтерпретировать? Тимофей? Я вот даже в чате писал, как я выяснил, есть некоторые сиди, которые являются субъединицами одного и того же комплекса. Там какой-то мегарецептор, который из нескольких белков как состоит, то есть работает как комплекс. там некоторые сиди с ним связаны. вот этот комплекс действительно если есть один, то есть и другой. Но похоже, что возле сиди 19, если я правильно помню, строятся вот такие комплексы. Но иногда такие сиди образуют комплекс и с другими. Если субъединиться одного рецептора, она бывает коровая, а вокруг нее другие образуют комплекс, и за счет этого меняется специфичность распознавания других клеток, каких-то еще соединений и прочих сигналов, я не знаю что. То есть такая комбинаторика, позволяющая клетке чувствовать лучше окружающую ее среду и реагировать на это. И там есть какая-нибудь одна опорная субъединица, которая всегда должна быть. И видимо это можно посмотреть по этим клеткам, там сидит 34, есть у всех, а дальше там к нему что-то еще добавляется. Это как раз то, что может коррелировать, но эта корреляция связана скорее с другими подтипами клеток. Может быть. И дальше что я еще обнаружил, что я сейчас вспоминаю, что какие-то из сиди могут быть один рецептор, а другой его легант. И получается, что скорее всего один какое-то межклеточное взаимодействие поймали люди, это скорее всего между клетками произошло, но как раз возможно это может объяснять данные факса, как еще может получаться смесь клеток, когда они просто между собой сцеплены за счет того, что у одного есть рецептор, а у другой есть тот же самый сиди, но он для него легант. И они как-то идут вместе, образуя такой клеточный агломерат. Но это скорее к межклеточным взаимодействиям относится и не для single cell. Это что-то между клетками, для колоний что ли. Ну вот я пока вот так то, что помню. А вот я сейчас пошарил ран. Вот смотрите, мы допустим наиболее троллированные пары. вот смотрите, тут есть таблица, ноутбук в принципе тоже наказал, я на него ссылку кину. Вот мы можем как-то домашнее задание сейчас, я могу даже прям сейчас загуглю, если время есть. На домашнее чтобы задание для биолога это попробовать что-нибудь проинтерпретировать имеется ли тут какой-то биологический смысл в том что эти пары сильно коррелированы а некоторые наоборот антикоррелированы причем антикоррелированные пары я даже проверял что на другом датасете антикорреляции надо дать с этими корреляциями конечно подводный камень в том что вот это посчитано по этому конкретному датасету если мы возьмем другой датасет не так что сохранится то есть тут мы видим сильные корреляции 71 и 88 а на другом она может исчезнет и вот если она исчезает то как бы непонятно то ли данные кривые то ли руки кривые то ли биология такая но если что-то будет стабильно вот это мы можем еще дополнительно проверить со своей датасайд стороны но вот хотелось бы чтобы биологи как-то такое возможно Дима ты можешь посмотреть какие-то Полина Тимофей я сейчас прямо смотрю как-то вот четкой корреляции не видно чтобы там где был CD71 там где CD88 тут какие-то нашел мононуклеарные фагоциты статья значит про них и там они оба упоминаются и тут говорится моноциты это CD88 плюс CD89 плюс клетки и теперь надо посмотреть где в статье упоминается вот этот CD71 в этом контексте это самое сейчас сейчас гляну мне кажется что корреляции больше говорят о датаси в целом то есть о том как выделены клетки что с ними делали так мне кажется сложно сказать про природу отдельной клетки по корреляции CD маркеров в целом просто если много CD34 например отвечает ли это какой-то биологии но это зависит от того как выделили то есть грубо говоря если выделили в основном CD34 плюс CD38 плюс будет сильная корреляция между ними если выделили обогащенные по CD34 плюс CD38 минус соответственно корреляции не будет то есть тут надо очень много знать параметров о том как повышенные клетки какие наборы использовались много деталей так ну из тех которые коррелируют я думаю достаточно известные я не очень понимаю как из них то есть по известным парам ну можно сказать что да там вот присутствуют такие-то клетки дата с эти подтипы они как бы есть а если другие коррелируют то в целом сказать тяжело потому что если это не изучена биология этого дела то непонятно это артефакт или это все в одной клетке происходит потому что это очень сильно влияет реально даже не от кривости там или чего-то а непосредственно от дизайна то есть сколько дней прошло там с мобилизацией сколько там как забрали какой набор использовали для очистки там не знаю по какому критерию выкидывали мертвую или не мертвую клетку и так далее ну смотри вот дима подложил механизм что некоторые себе соединяются в комплекте происходит во всех типах клеток и тогда надо не только сидит даже просто рецепторные тиранинкеназы иногда комплексами формируются они усиливают стабильность друг друга такое тоже бывает то есть то что они могут физически взаимодействовать это да но тогда мы скорее всего можем ожидать эту корреляцию разве нет зависит от это зависит от зрелости клеток то есть опять же ну тех же эритроцитов они могут быть у них может быть у них на одной стадии там созревания присутствует только один рецептор на следующий оба на последний остается только второй то есть какая из них обогащена такая корреляция и будет а это уже зависит там от того была там анемия у этого донора или не было почему у него взяли собственно то есть у него взяли костный мозг скорее всего для трансплантации потому что просто так вероятно будет делать мобилизацию ну хорошо с одной стороны нет ли такого что все-таки какие-то взаимосвязи будут зависит от типа клеток но какие-то да будут но я думаю они хорошо описаны целом но а вот где нам найти ваш это я для примера попытался попробовать найти публикации где были бы совместно описаны CD71 и CD88 и пока что ощущение такое что есть некий набор CD которые по которым в статьях определяют тип по типу клеток вот допустим значит CD88 это там не только моноциты но это еще дендритные клетки и какие-то CMOS клетки не знаю что такое вот а дальше внутри если посмотреть статьи там написано какие они еще экспрессируют различные молекулы и вот тут выясняется что вот это CD80 какой там значит у нас корреляция CD88 и CD71 да и вот CD88 точнее CD71 это молекула некоторого такого Екадгарина а кадгарины это такие тоже поверхностные молекулы которые участвуют в межклеточных контактах вот и либо либо они связываются с внеклеточным матрицам ну по крайней мере они вот какую-то связующую функцию и по всей видимости этот CD71 не используется для классификации клеток поскольку коррелярины могут быть у разных типов клеток там и Т клеток и бочек то есть он не такой недискриминирующий тип клетки но при этом он может коэкспрессироваться с другими но так как он клетка неспецифичной вот то получается что он может быть таким как бы неспецифичным поверхностным белком который может быть у разных типов клеток и в этом плане он нам ничего такого особо не даст по информации а важнее будет именно что наличие там CD88 потому что он есть у одних клеток а у других нету вот а все оба да поверхностные белки что-то там рецепторы вот поэтому погоди это ты хочешь привязать клеточным типом да да я думаю привязывался отдельный вопрос вот смотри чисто математически да там анализом данных мы видим какие-то взаимосвязи вот вопрос состоит в том что можем ли мы их как-то интерпретировать или нет но ответ такой что если есть об этом вот информация конкретная валидированная экспериментально тогда можем говорить но тут получается тоже что у нас белок вы белок вот как можно посмотреть там есть балк датасеты там балк рнк-секи разных подтипов клеток крови сортированных но тут другой вопрос хорошо вот есть предположим два очень хороших маркера которых легко предсказать по мрнк и значит по ним предсказывается тогда какой-то третий который плохо коррелирует но если у них есть биологическое взаимосвязь четко они определяют какой-то тип клеток то зачем вообще нужен третий маркер не очень понятно погоди давайте будем вообще про типы клеток то есть корреляция это ведь не обязательно про типы клеток это может быть они в конкретности ну хорошо но так в теории наверное можно сказать что можно построить какие-то такие пары сказать что вот если есть такие такие а таких нету если есть там а и б а нету ц то должен быть д нам такое можно построить но какой будет биологический смысл я мы уже нашли какие-то коррелированные пары на экране вопрос биологически осмысленно или нет надо посмотреть в каких клетках они повышены почему обязательно ты хочешь смотреть смотреть они может не нет я хочу смотреть на клетки потому что информация 140 сиди то есть они совершенно то есть клетки маркируют ну там десятками двумя десятками сиди то есть нет надежды что клетки описываются вот этими всеми сиди мне кажется не надо думать сейчас про клетченные типы не ну хорошо да да там целиком не описывается я бы думал что какие-то биологические процессы ну не знаю там клетка начала дышать и там обязательно должны участвовать и сиди 29 и сиди там ну не знаю да то есть дело в том что очень многие биологические процессы они скажем они вот клетка специфичная от типа то есть я могу там я знаю много разных рецепторов которые скажем в клетках крови одну функцию выполняют а в нейральных клетках другую функцию это тот же самый рецептор он в принципе его принцип работы не меняется меняется его как бы в другое окружение соответственно то есть биологический смысл будет разный этих рецепторов где-то он запускает дифференцировку а где-то наоборот там полиферацию то есть это так тяжело сказать почему почему мы говорим про типы клеток потому что все исследования на этом построены люди не берут просто какую-то абстрактную клетку они смотрят конкретный тип в нем то есть функция каждого гена из каждого белка она четко привязана к тому типу клеток на которые ее исследовали на каких с этим я не согласен но то есть есть универсальные функции которые не зависит от типа клеток есть такие функции они обычно достаточно экспрессируются всюду они всюду нужны всюду важны и не являются тканеспецифичными такие функции есть да то что запускает на патоз ну и клещный цикл в какой-то мере какие-то базовые аспекты но просто как по ним какой они дадут биологическую информацию не очень понимаю кстати да я вот думал на такой вот комментарий ко всему этому что да существуют процессы без которых клетка не может жить поэтому они есть в любом типе клеток они постоянно активны вот house keeping genes они называются всегда должен быть актин всегда должны быть митохондрии митохондриальные белки всегда должны быть какие-нибудь там не знаю ферменты для биосинтеза аминокислот для биосинтеза жиров они всегда должны быть всегда должны работать и колебания их экспрессии не влияют на содержание вот этих самых сиди клеток то есть они сами по себе живут какой-то жизнью может быть цикличная жизнь вот эти там циклины какие-нибудь клеточный цикл тоже крутится но они не влияют на вот эти самые сиди вот они нужны к самой клетке а сиди отвечают немножко за другие функции но они скорее всего как правило эти все сиди клетки они сиди белки они какие-то рецепторы передающие сигнал внутрь клетки и оканчивающиеся на факторах транскрипции которые меняют экспрессию каких-то генов и вот возможно в этом нужно искать вот такой биологический смысл что нужно просоцировать наличие какого-то сиди белка целевого ну и там из этих ста понять какой из них отвечают за какой набор генов экспрессирующихся и наоборот репрессированных связан именно с данным сиди белком тогда мы можем попробовать и обратную задачу решить зная что вот этот набор генов работает или не работает это должно говорить о том что должен присутствовать такой-то такой-то сиди на поверхности клетки вот потому что как правило поверхностные белки отвечают за передачу сигналов за рецепцию сигналов вне клетки и клетка должна реагировать на эти сигналы это могут быть сигналы дифференцировки смерти там апоптоза тоже смерть да но разному типу или там какую-то метаболическую может быть даже немножко программу изменить вот но тем не менее они должны переносить какой-то сигнал и этот сигнал довольно часто меняет экспрессию генов вот возможно в этом надо искать смысл и вот как раз в этой статье которую Полина докладывала там и были перечислены факторы транскрипции вот они также сильно связаны с функционированием тех или иных сиди и должна быть может быть в этом корреляться если есть этот фактор транскрипции то есть и данный значит этот данный сиди белок но фактор как мы его видим а фактор белка же там нет белковых данных но есть данные транскриптома то есть мишени транскрипции этого фактора должны быть изменены в соответствии с его функцией там бывает там бывает репрессия понижение содержания мрнк и увеличение то есть активация ну есть активаторы репрессоры и к сожалению есть случай когда для одних генов один тот же фактор активатор а для других генов он репрессор ну вот и в общем самое сложное да видимо разобраться каким фактором транскрипции и каким мишеням соответствует данной сиди и тогда можно попробовать и обратную задачу решить зная набор активированных депрессированных генов предсказать какие факторы работают и соответственно они ассоциированы с такими-то сиди и вот мне кажется примерно такая может быть биологическая задача а так они между собой да все на поверхности находятся это их общее будет свойство всегда они всегда будут с этим ассоциированы но какие-то из них постоянно выполняют функции что они должны допустим клетка должна быть прицеплена к внеклеточному матрицу значит всегда должен быть такой-то значит там кодгерин там не знаю дементин ну забыл какие-то рецепторы вот они должны быть но кстати есть клетки крови которые не прицеплены к чему там лимфоциты значит у них этого кодгерина не будет а дальше вот как бы да есть он или нет конечно тоже мне кажется более важно понимать какая транскрипционная программа какой-то набор экспрессированных генов связан с данным сиди вот какой-то рецепторы сигнала переноси да если можно я просто собираюсь отключиться но я хочу вот в дополнение к словам Димы сказать что есть разные там библиотеки методы типа спайдер еще там какие-то которые позволяют искать мастер регуляторы то есть возможно есть смысл как бы накластеризовать учить разные кластеры и для как раз для набора сиди-генов поискать мастер регуляторы да отлично среди тескопционных факторов и то есть это может как-то уже помочь потом выбрать там те которые коррелируют в том числе в других датасетах и так далее я думаю что мастер регуляторы это возможный вариант а вы можете посмотреть что-то в литературе может быть уже известно то что Дима говорил есть какой-то сиди конкретный вот про него там ну то есть вот эти вот по своей сигнальные пути они известны в принципе можете взять и посмотреть какой-нибудь сиди там один конкретный и какой у него там по своей можно и 88 какой-нибудь да любой какой вот тебе нравится там их у нас 140 и список я могу прислать так сейчас а ну да можно можно да сиди 8 ты тоже его открыл сиди 88 да это система комплимента это какая-то иммунологическая штука да ну ладно ну вот ну да вот он дальше связан он связан с g protein couple receptor вот и все а эти g-белки это всегда однозначно сигнал идущий оканчивающийся на фактор транскрипции каких-то g-protein couple receptor g-PCR ну хорошо вот можно найти вот для кого-нибудь например для этого осмотреть дальше мы что можем сделать вот с точки зрения data science следующий этап который мы можем сделать это вот посмотреть вот эту задачу предсказать по rnk протеины мы можем взять и найти те гены rnk которых наиболее хорошо предсказывает данный протеин его наличие отсутствия количество его скоррелировано с каким-то поднабор сабсетом вот этих nk как бы первое приближение этого сделать несложно там могут быть много проблем потому что большой дата-сайт но в принципе это как бы первое приближение короче несложно сделать вот но дальше хотелось бы вот ну как бы такую биологическую интерпретацию то есть если ну или со стороны биологии если ты скажешь как бы вот есть такой сиди вот у него такой там по своей какие-то гены можем взять и посмотреть вот как вот эти вот гены которые по своей как их rnk предсказывает данный протеин и сравнить допустим предсказывает ну да да вот это примерно то же самое да вот более менее разумная идея потому что ну как биологически это означает что если этот белок есть он какой-то значит акцептирует сигнал этот сигнал должна клетка обработать и в ответ на это поменять экспрессию генов для того чтобы адекватно ответить на этот сигнал а сигнал может говорить о том что тут какой-то антиген или тут какой-то другая клетка нужно поменять свои некоторые функции и конечно все это меняется за счет экспрессии генов вот такая биологическая штука получается и каждый тип клеток почему это еще тоже как-то все-таки связано с типами клеток каждый тип клеток распознает свой тип сигналов одни реагируют на одно другие на другое макрофаги они должны атаковать бактерии поэтому они должны как раз там ТЛР очень красивую картинку в стринге нашел там ТЛР такое есть это рецепторы которые взаимодействуют с вот ТЛР2 внизу этого картинки 4 вот 4 и 2 забыл кто из них кто но как раз они отвечают за связывание бактерий за реакцию на наличие бактерий надо глянуть и поэтому они да они должны с ними быть связаны и как бы работать в паре да полпадонный рецептор даже смотрел он сидит вот смотри вот 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 отсюда выникают биологические связи может какая-то вот смотри как может связь вот как это работает да 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 вот си-3 еще возле си-5 а 1 си-3 такой это тоже какой-то комплимент он тоже может си-3 может прям так нажать си-3 ну тут да здесь ну ладно так давай мы его ну можно так вот но тут тоже альфа-2 макроглобулин какой-то чего-то не исключено что у меня тоже какой-то есть номер сиди поскольку это поверхностный белок также он участвует в распознавании этих самых антигенов и поэтому они их выставляют на поверхности клетки и готовы как сказать в случае если они получат от них сигнал тут же активируют все механизмы чтобы уничтожить то что они там нашли вот поэтому они должны в связке работать тела вот эти 2-3-4 да система комплимента они выбрасываются там значит связываются с антигенами и давай их уничтожать вот и соответственно с этим тоже должна быть какая-то программа наверное транскрипционная быть ну понятно что должны работать должны работать гены вот этих тела должен работать ген C3 вот раз они есть вот связка с этими белками значит вот как раз должны быть экспрессии МРНК соответствующих генов чтобы связка доработала ну там вот РПС 19 по-моему это рибосон субедицей непонятно зачем она там нужна но вот это прям вот функциональное взаимодействие то есть это комплекс взаимодействий клетки распознающие чужеродные антигены и готовы их уничтожить поэтому она постоянно готова их как бы задетектировать и уничтожить вот ну да у него по-моему нету ну вроде тут вот нет вот тут вот есть алиасы и тут нету CD ну ладно ну да вот то есть как бы авторы задачи решили ограничиться некими определенными CD что что CD называется а другие CD названия не имеют и они их и не а вот CD14 что такое CD14 это это ТЛР4 с кем он еще дальше в связи находится CD14 да а сам он не имеет какое-нибудь CD название нет нет ну вот центрально это CD88 по-моему вот ну вот он красный это я искал CD88 а вот просто еще допустим GC вот вверх влево что-то такое ну можно тут увеличить как бы сходишь а во да РПС это рибосома можно не смотреть функциональное значение не имеет рибосома должна всегда везде работать поэтому это неважно а вот там GC какой-то сверху есть по структуре тоже какой-то вот от C5R влево вверх GC белок вот этот да да а то есть захват внеклеточного актина и в общем ну да участвует активации значит этих да ну какая-то макрофага функция ну вот ощущение да что какой-то макрофаг о да вот GenCards еще да вот это как раз одна из баз данных где можно ну найти довольно полную информацию о белке о его названиях там альтернативных какую он функцию выполняет и какие заболевания связаны с его значит отсутствием мутирования ну да ну и тут же соответственно всякие индификаторы можно найти этого гена то есть чтобы потом как-то просоцировать а какое потому что иногда белки называются одним способом а их ген их РНК они другим способом и сходу не понять кто кому соответствует и через GenCards можно эту ассоциацию провести потому что здесь индификаторы вот эти энссембл да вот есть если там GFC там и гигантский номер да и вот название белка который кодирует с белка это способ как бы сопоставить однозначно вот эти белки интересующие нас с с генами и МРНК соответствующий смотреть и тогда мы можем вот из этого попробовать да распутить да один из таких вот путей ну даже не то что это путь получается да но вот но где-то должен быть какой-то фактор транскрипции который координирует что если есть один вот этот CD88 да то тогда должны быть CD14 там CD282 какой-то кто-то должен коррелировать это все а да кстати клики вот эти прочие они есть ну что-то я не вижу CD14 CD141 вылазит на поиск сейчас а еще один тут кто ТЛР ТЛР ТЛР4 ТЛР2 это такой был CD там где-то был и у четвертого у четвертого кажется смотрели там он назывался CD282 что ли если правильно помню нет подожди с четвертого я только что смотрел CD14 ну здесь подожди это он папирейт это вот он не сам да это не его название у него другое название это он копируется то есть вот если есть он тогда есть CD14 а как это а он где мы видели что да мы же видели где-то CD это могу ли да а 282 да есть данных 282 с кем это не видно но может он не вошел вообще а вообще в дата сети он если есть вот этих сидит так вообще если он дата сетичность мы надо найти сейчас какая-то идея появляется что как бы да мы нашли наверное такое биологически осмысленное взаимодействие и так как ваша модель классификатора его не ловит значит какой-то не совсем получается адекватный алгоритм придуман для кластеризации вот либо такое тоже может быть биологически они могут быть вместе но на каком-то специализированном типе клеток вот как эти макрофаги а если макрофагов нету а вместо них есть вот предшественники макрофагов то они не обязаны иметь все вот такие наборы этих всех моряков они какой-то общей 88 имеют а 282 не имеют просто еще нет похоже что его 282 просто нет они не померили я смотрю павел а просто его нету да а ну тогда ладно да то есть они не посчитали его значит важно понятно что тоже все сиди смотреть это же там сколько 300 или 400 штук на всех не хватит денег ну вот да да поэтому тоже может быть да вот мы обнаружили биологически мне кажется значимое взаимодействие но не все компоненты указаны в задаче а только вот такой коровый наверное компонент сиди 88 да нету нету либо его нету то есть это же специализированные макрофаги наверное если там указано в задаче что это все какие-то предшественники а у нас это не предшественники все эти данные вот тела и прочее это для уже специализированных клеток то тогда наверное это вот клетка которая потом станет макрофагом и обзаведется всеми этими сиди 14 там 282 и прочими вот а пока что у него есть только сиди 88 что означает что он встал на путь дифференцировки который потом его окончится вот макрофагом а пока что это предшественник макрофага да я правильно понимаю что предшественники все анализируются вроде да то есть данных вроде это все предшественники да тогда мы и не должны видеть всех всех молекул вот а 272 я вижу вот какой-то второй компонент двоеточек 272 CD71 CD88 вот CD88 а он CD272 это кто такой 272 CD272 да CD272 это кто такой бель цирк какой-то ну ладно да CD28 она глобулин супер обалдеть CD28 есть у вас там а CD28 какой-нибудь такой есть глобулина целое семейство есть ты хочешь спросить данных до какого есть 28 а тут как раз и видок другие сиди сидят уху сколько-то 80 86 сиди 28 есть есть да это вот как раз как бы на предшественниках т-клеток видимо должен быть если там все предшественники а вот как с кем он входит сидит 300 все-то на меня не засветился 28 еще какой-то 272 до 272 я увидел потому что 272 был вот вместе с 88 вот компоненты вот там сиди 71 идет 115 и 88 в одной этой штуке так но 71 сиди 71 до какой-то конгерин он ну просто межклеточный контакт то есть такие клетки они вот вот если смотреть на ему на ответ скажем для того чтобы было распознавание антигена и его сформировались антитела должны взаимодействовать три клетки т-клетка б-клетка и макрофаг вот такой тройственный контакт должен быть и макрофаг презентуют остатки этого патогена который он сожрал его одновременно распознают т-клетка и б-клетка вот то что он выставил и тут происходит такая тройственная реакция и все активируются и б-клетка потом начинает производить антитела против этого антигена и соответственно чтобы эти клетки иммунные взаимодействия должны быть вот эти конгерины без них взаимодействия не будет но при этом они могут быть и на б-клетке и на т-клетке и макрофаги поэтому они не являются такими получается дифференцирующими тип клеток в данном случае и тут важнее что если это 272 значит там эта клетка какая-то вот это его молекулу до предшественника который потом станет клеткой получается так то есть есть какие-то молекулы которые есть в большом по крайней мере количество клеток и даже не знаю ну наверное да то есть какой-то большой класс должен формироваться из этого предшественника которые должны между собой какие-то контакты производить ну типа это миелоидная линия там скажем да если правильно понимаете оттуда же т и б клетки происходят значит тут у них у всех должно быть сиди 71 вот и дальше это как бы они есть такие вот видимо сиди которые характеризуют целые несколько групп несколько типов клеток а из те которые более специализированы вот типа 272 мне кажется такой т-клеток и предшественников т-клеток должны быть они более интересны и получается такая некая иерархия этих сиди даже в той статье которую полина сегодня разобрала да я сиди 34 плюс сиди 38 плюс и дальше это тоже делится на большие ветви и по всей видимости они вот такую иерархию могут образовывать вот это не это даже не разбиение по группам наверное должно быть а какое-то вот дерево что если даже где-то по схема такая была в чатах что когда идет дифференцировка этих клеток из предшественников то у них сиди меняются туда-сюда примерно об этом и там соответственно но только нужно смотреть чтобы это были комбинации то есть меняются не одни на комбинации этих сиди у кого-то вот появляются и сохраняются дальше какие-то вот типа сиди 71 до появился и дальше есть ну а потом вот к нему добавляются более специфичные там сиди 272 там потом сиди 28 вот тогда образуются вот такие вот может быть это тоже как-то с этим связано задача то есть вот как-то сопоставить вот эти сиди ну ты еще с неким у кого процессом если во времени все это смотреть во времени то тогда должно как бы уменьшаться количество тех сиди которые соответствуют совсем совсем и часи клеткам и от более ранним предшественникам и должно появляться больше сиди которое соответствие более специализированны но тоже все на предшественником вот эта тметях была красивая картинка что и чуть с течением времени меняется возможно первая задача имеет отношение но наверно также и процедит то есть меняются тесте эти которые для HSC характерные, больше там эритроидные линии, милоидные линии. Вот их становится больше этих CD. Вот такое еще может быть количественное соотношение меняться. И надо как-то какую-то иерархию построить. Ну, а дальше с ними связаны какие-то транскрипты тех же генов CD плюс связанных с ними белков, с которыми они взаимодействуют. Но, возможно, тут надо аккуратнее смотреть, потому что мне кажется, процесс дифференцировки не так хорошо изучен, как вот эти терминальные клетки. Люди выделяют кровь. И там уже терминальные эритроциты, лимфоциты, 17-й Хелпер, 4-й ТС, там 8+. Всякие вот они уже дифференцированы и на них уже давать смотреть. А там они уже... А тут другая задача, промежуточная. То есть они еще не готовы быть терминально дифференцированы. У них есть не весь набор этих CD, которые они вооружены будут потом. И получается такая вот, да, переходная ситуация. Но довольно интересно. Да, но вот Single Cell, он как бы, его часто используют именно для изучения перехода. Поскольку видно, одна клетка перешла, другая не перешла, и вот видим такой непрерывный переход процесса. Да, да, да. Вот судя по всему, да. То есть вот ваши данные, это такой непрерывный процесс. И с течением времени будут, ну, более как-то оформляться эти вот, как бы, кластеры клеток, более дифференцированных. Но, видимо, все-таки еще предшественников, если я правильно понимаю. Ну, кто его знает? Какие данные держат вот в конечном итоге вот эти организаторы, которые вас все проверяют? А вдруг там в конце уже будут терминальные Т-лимпоциты, макрофаги, Б-лимпоциты сидеть? Вот. Но нам не нужно предсказать. Ну, в смысле, понимаешь, у нас не задача предсказать CD на, там, вот, десятый день. У нас задача, нам же даны РНК-транскрипты на десятый день. Нам нужно построить такую модель, которая не сильно зависит от дня. А скорее от состояния Т-транскриптома вот этих вот РНК. Какие РНК есть, значит, такие-то должны быть CD, да? Но РНК не только этих CD, а еще вот каких-то связанных с ним, да, РНКов, генов. Ну, да, да, да. То есть работает вот такой набор генов, значит, должны быть такие CD. Работает другой набор генов, значит, работает другой набор CD должен быть. Вот типа этого, да, получается? Да, да. Вот, вот, вот. Ну, и вот, да, в статье Полины как раз я увидел, что когда они отсортировали четко вот CD 34+, CD 38+, там прямо видны вот эти кластеры, если я правильно понял, такие вот, коррегулированные, что есть, коэкспрессированные генов. И вот такие кластеры, видимо, обозначают вот это данные, на данном этапе это вот такой предшественник, там, всех предшественников. Вот. А дальше, да, вот эти, которые, когда CD 38 еще не появился, вот такая серая зона, там какое-то облачко такое, но все равно видны там такие кластеры сорегулированных генов. И, возможно, это как бы говорит о том, что есть такие вот подгруппы клеток, они еще не определились, не сформировались, и поэтому они вот такое серое, серое-серое. Но все-таки одна клетка, некое одно состояние, оно вполне определенное состояние имеет. Ну, просто сложно очень вычислить, поскольку алгоритмы кластеризации транскрипт, клеток по транскриптому, они несовершенны. Вот. Нет, но все-таки тут, ну, нет, проблем в том, что нету кластеров, что есть непрерывный переход из одного в другое. То есть вот, вот, как бы, у меня тут не раскрашенных типов, но сейчас могу другой. Ого, целый континуум, так сказать. Да, тут виден континуум, то есть, как бы, ну, сейчас я там... Может, это будет связано с тем, что и вот как раз данные, вот как раз, когда был Magic там к чему-то применен, да, вот были эти нули и прочее, и как-то более вот структурированные стали данные, из облачка превратилось вот в некий путь клеток. Возможно, также это... Также в этих данных, то есть какой-то есть, может быть, по этим уже, на уровне этих CD-белков уже, наверное, какие-то нули, которые надо также Magic обработать, чтобы избавиться от шума и оставить только вот значимые сигналы, с которыми дальше работать. Возможно, они мешают тоже кластеризоваться, и возможно, просто наличие сигнала CD88 еще не говорит о том, что белок есть, а это просто фоновый сигнал, который вообще даже не надо учитывать. Не знаю. Ну вот, смотри, вот здесь вот нарисована вот первая картинка, это раскрашено покляточным типом. Ага, вот да. Здесь вот это Progenitor и сам наверху, как бы, там внизу эритроидные, посередине какие-то. А вот здесь раскрашено по CD88, например, да, видно, что CD88, он где-то у эритроидов здесь светится. Ага. А вот CD36, он светится у эритроидов, но и еще, вот еще где-то там в углу эритроидов, то есть не просто у эритроидов, а вот он. Вот этим МАСП, а, и МАСП это выше идёт. Ага. Вот, то есть тут. А вот что означает за картинка сейчас. Но видишь, то есть клеточные типы, они здесь, ну, достаточно плавные, это не кластеры, поскольку это вот, ну, кластеры уже в дифференцированных клетках, когда вот тогда всё выделил. А тут, ну, не должно быть кластеров по биологическому смыслу, потому что там наверху Progenitor, которые вот превращаются внутренне в, ну, по крайней мере. Да, 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 действительно очень сложно. Эти 49-е и, допустим, 62-е, они светятся выше где-то в области Progenitor. Ага, вот, да, теперь понимая сложность, то получается один и тот же тип, как бы, вот клеток этих вот Progenitor, они могут экспрессировать или не экспрессировать вот эти CD, то есть внутри, покрасив по какому-то определенному CD, мы видим, что как бы популяция определенная алгоритмом, что это должна быть вся популяция, скажем, HSC клеток, она всё равно разделяется по вот этим CD. Какая-то субпопуляция несёт CD-88, какая-то субпопуляция несёт там 272, вот, какие-то там CD-82. И да, это получается действительно очень сложно соотнести с каким-то типом клеток. Это, наверное, не с типом клеток уже связано. Это, наверное, больше связано с тем, что идут внутренние процессы внутри клетки, вот, меняются транскрипционные программы, и вот эти HSC становятся быть готовыми перейти в другой тип предшественных клеток. И вот, но при этом они ещё остаются вот этими HSC клетками. То есть по транскриптому глобально, вот, те программы, которые используют для кластеризации, говорят, что это всё HSC, но внутри них уже начинается программа вот этой дифференцировки, которая, возможно, тоже непрерывно быть, теоретически, да? И вот внутри HSC... Мне кажется, они однозначно непрерывны, как... Да, видимо, да. Не может быть переключатель, да? Да, это непрерывный процесс. Да, да. Но единственное, что, может быть, в течение дня, ну, какой-то более-менее оформляется процесс, что вот он остается уже более... Ну, да, наверное, да, но... Не, ну, вот это, как бы, кстати, хороший вопрос, да, в течение... Ну, я не знаю. Вообще дня... Почему здесь по дням? Просто цикл деления клеток млекопитающих, это примерно 24 часа. Да, но здесь нет синхронизации. Да, да, здесь не синхронизация, да, видно что-то вообще. Ага. Вот, я понимаю, что мы не можем соотнести вот определенный набор CD с каким-то типом клеток. А, скорее всего, это какое-то состояние подготовки быть данного типа клеток кем-то еще. Но через... Не в данный момент времени, а через какой-то момент времени. Вот. Да. Вот, как бы, если бы можно было... А, ну, тут, наверное, даже сложно проследить за судьбой отдельных клеток, потому что это какой-то некий тоже сэмплинг, да, делается. Берется вот какая-то популяция клеток, из них там берут тысячу клеток, и они уже разрушены. Мы не можем узнать их дальнейшую судьбу. Они были разрушены, чтобы посмотреть в них CD, в них транскриптом, и все. А дальше... Кто-то остался, да, вот они продолжили свою судьбу. Но какую... И дальше мы видим следующий там день, следующий отбор тысячи клеток. Но мы не знаем, из какого состояния они пришли вот к этому, которое мы сейчас наблюдаем в них. Вот. Они тоже будут разрушены, тоже мы не знаем, и третий день так же. Вот. И мы, получается, как бы, да, это не то чтобы какой-то слон, в общем. Да, вот так вот. Да, это вот хорошая аналогия. И мы, да, мы не можем проследить траекторию судьбы одной клетки, поскольку методы анализа разрушительные. Они убивают предыдущее состояние, и текущее состояние это уже некий такой статистический срез от оставшихся живых клеток. Вот. Они как-то свою судьбу продолжили. И вот. Да. Это, конечно, да. А то алгоритмы нам так нарисовали вот такую красивую картинку, что, да, вот они вот тут пластеризуются вот так-то, так-то, да. А вот это же все так, это то, что выжили. Но мы не можем, да, можем предсказать, как бы, на основании наших каких-то моделей, да, действительно, может быть, где нужно вот это биологическое знание, чтобы соединить вместе эти кусочки знания, это как бы срезы такие, статистически выбранные срезы культуры клеток по дням. И вот отобрали там тысячу клеток, сделали транскрипт, сделали какие-то седей. Ну, что у нас, по крайней мере, надежная информация есть, что и сиди данные таргетов и данные транскриптома из одной и той же клетки. Вот, видимо, там как-то идентификаторы сопоставлены, да, вот, и, соответственно, мы знаем. Да, 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 в этом плане технологии. Да, вот это на самом деле вот то, что нам дано, и это хоть какая-то связь есть. Да, но судьбу, да, действительно, пластеризацию по типам клеток, наверное, это не в таком случае не срабатывает. Но единственное, что да, нужно, видимо, понимать, что каждый сиди отвечает за какую-то свою функцию, и он не один, он действует в комплексе других похожих белков, и это все контролируется какой-то транскрипционной программой, каким-то фактором транскрипции, как вот Димофей там предложил, вот есть способы вычисления мастер-факторов. То есть все же эти транскрипционные данные – это есть следствие работы определенного набора факторов транскрипции. Вот. И если меняется набор факторов транскрипции, с ним же меняется и набор экспрессируемых и экспрессируемых генов. И если есть алгоритм найти, какой из факторов в данный момент работает, то, возможно, его можно просоциировать с этими сиди, и тогда сказать, что если работает, но при этом не один фактор, несколько, что если работает вот такой набор факторов, должен быть такой набор сиди. Вот я думаю. Кстати, вот то, что Полина рассказывала, у нее же там PF тоже указаны, да, кстати. Да, именно. Вот это очень важная там таблица, что они указаны, эти мастер-факторы указаны, и остается тогда посмотреть, а какие у них мишени, какой набор генов они контролируют. И там наверняка и сиди тоже сидят среди их мишеней, не исключено. И вот какие с ними скоррелированы, сработают эти факторы, какие другие МРНК, и тем самым можно такую корреляцию построить, что вот, значит… Дим, ну а ты можешь это посмотреть? Блин. Один хотя бы пример, а дальше мы вот возьмем и посмотрим, насколько хорошо эти гены предсказывают сиди, да? Ну, наверное, да. Наверное, вот… Ну, попробую, да, попробую это, в принципе. Вот тогда для какой-нибудь айдольных один… Ну да, там посмотреть и взять из этой статьи, там, где были указаны, там, типа, КЛФ-1, там, плюс еще там 2, 3, 4 фактора, я могу их посмотреть, наверное, есть базы данных, попробую найти, если найду, как раз они тоже могут помочь нам дальше, что… вот где можно посмотреть мишени, самый фактор транскрипции, потому что это, в самом деле, разные способы определить, что является мишенью данного фактора. Да, такие базы есть, да. То есть, где он сидит или где реально меняется экспрессия генов, если, скажем, там, искусственно фактор убирают. Вот я посмотрю еще, какие вот способы, потому что если фактор сидит, это не фактор, что он еще работает, а просто сидит, ничего не делает. Да. Но не исключено, что чаще всего, да, если он сидит, то он что-то делает. Как правило, это так работает. Вот, потому что, насколько я знаю, он фактор теплого шока. Вот фактор теплого шока, он может сидеть, но не работать, и нужен сам тепловой шок, который активирует его, как сказать, активаторную функцию. Вот. Но здесь нет такого фактора. Здесь, я думаю, что как раз факторы, которые, если уж связались, то они чаще всего работают. Вот. Не, ну мы проверим, то есть, это мы как бы вот… Да, кстати, как вариант, я могу сказать, вот есть такой набор данных, есть такой набор, есть такой набор, связанный с таким фактором. Разные базы данных, разная информация. Какой из них больше предсказывает, да, эффект? Да, мы дальше посмотрим. Прям как бы предсказывает, вообще не предсказывает. То есть, можно просто взять потом, сравнить со случайным. Делаем случайную выборку, где она, на ней строим. Ну, там предсказывают или не предсказывают. Ну, такое же количество. Ну, сказание лучше, значит, вот что-то как бы, да, в этом что-то согласуется. А если не лучше, значит, ну, что-то мы не до конца понимаем. То есть, ну, тоже интересно. Да, либо не тот набор, либо, да. Вот. Ну, как и так, действительно, у вас же есть. То есть, мне кажется, тут все интересно, и отрицательный результат тоже интересен. Да, да, да. Это просто означает то, что мы, нужно подумать иначе. То, что исходная гипотеза в чем-то неверна. Ну, тоже, да. Не зацикливаться. Главное, не зацикливаться на одной гипотезе. Вот что. Не, ну, тут как бы интересно, что мы можем вот какую-то биологию привязать. То есть, чисто модели по машингранингу, там их уже понастроили, вот, по проблемам, что там от простой модели до топовой, расстояние очень маленькое, тысячные. Ну, то есть, можно вот бороться за эти тысячные, но для науки это большого смысла не имеет. Ага. А интересно, как бы, вот именно, чтобы, ну, как бы связать то, что дает Data Science с какой-то биологической интерпретацией. А для этого не нужна супертоповая модель. Сейчас возьмем простую, на ней посмотрим. Вот. Да, да, да. И, наверное, если для одного из двух-трех факторов согласуются более-менее, тогда можно попробовать как-то масштабировать и на другие факторы как-то, да, вот, применить. Ну, вообще, мне кажется, само по себе, если что-то найдется, то же само по себе очень интересно. Не знаю, есть ли публикация на эту тему, статья какая-то получится. Просто эти данные достаточно новые. То есть, вот таких датасаторов, где померены и протеины, и нет одноклеточных, их всего штук 20 или 30, ну, по крайней мере, те, что я нашел. Ну, то есть, первая вот эта работа по себе была, ну, сайдсику, она была в 2017 году. То есть, таких датасаторов не так много, поэтому я не думаю, что там все известно. Да, здорово, здорово, здорово. Ну, получается, да, вот некая, как сказать, какая-то даже идея возникает. То есть, мы смотрим сейчас зону вот этого commitment, когда клетка запускается какие-то стартовые процессы, когда она вот более-менее определяется со своим дальнейшим путем, это самое-самое начало, что там меняется, ну, видимо, на фоне транскрипционной программы, какие вдруг просыпаются факторы транскрипции, которые уже дальше ее направляют на дальнейший путь дифференцировки. И вот это, видимо, самое начало, когда тип клеток еще, казалось бы, один и тот же, но тут что-то начинает происходить, и вот она постепенно сужается ее судьба. Вот, видимо, это сейчас самый топ такой, как бы, распознать на самых ранних этапах, кем она станет потом. Вот, клетка. Ну, и вот CD это как пример того, как, вот, какие процессы, вот, ну, CD это как бы некая поверхностная информация о клетках, вот, а дальше вот этот транскриптом это некая глубина информации, нужно вот так между собой связать и, не знаю, может быть, дешевле, не знаю, не знаю, что дешевле сделать, но потом это может быть такая некая предсказательная модель, что делаем какой-то из, один из видов анализа, и на основании этого анализа, видимо, уже предсказываем, что у данного человека происходит вот с этими клетками, что, наверное, важно и для терапии, если, скажем, там происходит удаление какой-то опухолевой клетки, вот это вот лечение бейкемии, там какой-нибудь, или вот, не знаю, там пересадку костного мозга сделали, и там, чтобы избавиться какой-то мутации, и типа нужно посмотреть, правильный процесс идет, чтобы быть того, ну, как это вот, да, делать один, окей, скажем, ну, хорошо, блага, сегодня закончить, да, дико, интересно, в общем-то, даже, ну, тогда, я хочу делать, хорошо, тогда, значит, вот, с тебя посмотреть, ну, попробовать, хорошо, смотреть, если будут какие-то затыки, говорим, полину подключим, сверху подключим, да, ну, то есть, правильно, окей, да, в общем, да, буду держать в курсе, ну, не знаю, максимум неделю, наверное, ну, посмотрим, может быть, на этих выходных что-то уже начну, так, какие-то прибавительные наборы сделаю, которые можно, значит, представить вам на дальнейшем, да, да, посмотрим, ну, ладно, тогда всем огромное спасибо.